Господь и свое сострадание к нам, к душам, которые будут жить в этот период, когда все озабочены чем? Желанием, стремлением к наслаждению чувств и всевозможным удовлетворением материальных желаний. Сейчас люди чем в основном живут? Только эти. Потребление. Потребление, мир потребления. Сейчас все средства массовой информации, вся реклама, телевидение, фильмы, они только нам это навязывают. Хотим мы не хотим, ты этого достоин, управляем мечтой и так далее. Ложные цели навязывают. Управляем мечтой, чтобы поработить человека. Теперь хочешь жить, он на машине такой говорит, бери кредит. Кредит взял, все, раб стал, как у банка. Раб банка, приходится, хочешь, хочешь работать и зарабатывать. Поэтому вся наша цивилизация направлена на что? Чтобы поработить человека и выкачать из него себя. Поэтому у нас времени очень мало в настоящее время. Наш разум захвачен желанием. И поэтому для настоящее время Господь поведал Махабхарату. Махабхарата записал Ясадева. И как раз сердцем Махабхарата является что? Бхагавадгита. Бхагавадгита – это песня Бога, в которой Господь дает наставления очень простым, доступным языком. И сама Махабхарата – это битва добра и зла, где мои жадности, вожделения, алчности, иллюзии и так далее. Там все показано на примерах истории жизни людей. Как люди жили, чтобы нам было понятно, историю нам показывали. Как люди жили, чем они были движены, какими интересами, что ими двигало, и к чему это приводит. В конечном итоге, чтобы быстро пролистать, чтобы самим на грабе не наступать. Это 101-й раз или 1001-й раз нам даны истории священных писаний, изложенные в качестве истории. К чему это может привести. Поэтому Махабхарата и сердце Махабхарата Бхагавадгита – это уже более сокровенное знание Бхагавадгита. Это сокровенное знание, что там дается представление о душе, что мы есть материальное тело, что мы есть духовная душа. И постепенно объясняется, что есть карма-йога, что есть бхатхи-йога, что есть гьяна-йога. На основе разных. Там много глав. Первые в шесть глав, как говорят ващнавы, они рассказывают нам о карма-йоге. Это деятельность ради плодов. Потому, что многие из нас имеют склонность к чему – совершать действия ради плодов. Чтобы выжить, мы должны действовать. А чтобы действовать и не запутываться в последствиях нашей деятельности, чтобы наша деятельность не давала никаких реакций, мы должны совершать действия с правильным сознанием. Если мы действия совершаем с правильным сознанием, реакции нет на нашу деятельность. Если мы действие совершаем из жадности, корости, несправильным сознанием, тогда действие имеет закон кармы. Мы запутаемся с законом кармы. Как нарушаем закон? Допустим, закон есть, уголовный кодекс есть. Правильно? В государстве есть уголовный кодекс. Если мы нарушаем закон, то что? Мы подпадаем под законы государства. Это естественно. То же самое есть законы Бога. Если мы их нарушаем, мы страдаем. Вроде бы нам кажется, что мы веселились, но мы чего? Тешились, чтобы удовлетворить самих себя. Эго наше. Оно хочет чего? Признания. Оно хочет славы. Но все такие действия, они подпадают под юрисдикцию законов кармы. Вроде бы нам весело, хорошо, но за все приходится платить. Даже законы Бога, они настолько совершенны, что при этом, знаете, как закон кармы? То есть каждое действие имеет равное силе противодействия. Закон кармы. Значит, что посеешь, как говорил Иисус, то и пожнешь. Если мы делаем добрые дела, значит, мы не попадаем под законы кармы, если, понимаете, стержнем, мотивом нашей деятельности, не просто делать добро, а служить Богу. Когда мотив нашей деятельности – служение Богу, служение, допустим, гуру, служение духовнику, как говорят в христианстве, духовнику, мы служим, и, допустим, я монах, не монах, а послушник, я прихожу в монастырь, что я делаю? Меня берут в монастырь, меня вначале проверяют, насколько я искренен, чтобы там не причинял никаких беспокойств. То есть, если у меня пороки скрытые, может быть, у меня какие-то отклонения. А потом, когда они уже видят, они принимают в монастырь послушника. Послушник, как это сделать? Он общается с теми, кто имеет уже глубокую веру в монастыре, его прикрепляет к какому-то монаху, ему не духовник, и он его ведет, он ему говорит, делай вот так, делай вот так, делай так. А послушник занимается чем? Он будет выполнять любую работу, даже физического тела, под руководством того, наставника. У нас, допустим, в йоге надо называть духовный учитель. Духовный учитель, он принимает ученика, и по поводу того, что он принял ученика, он пытается искреннему ученику, кто хочет стать учеником, не просто получить духовное имя, а потом жить как жил, а для того, чтобы, если кто-то хочет измениться, и кто-то хочет стать действительным учеником, он выполняет наставления духовного учителя. Ну, как в том же самом монастыре. Духовник дает наставления послушнику, послушник делает, выполняет наставления, если духовник удовлетворен, он раскрывает ему, делится с ним духовным знанием, духовная энергия, как Бхактия называется. Поэтому так растет душа. По такому принципу. Ну, сейчас я разберу некоторые шлоки, зачитаю, может быть, какие-то вопросы появились, так подходят. И, ну, потом, если нет, мы пойдем. У меня маленький вопрос. Да, пожалуйста. Вот такая ситуация. Я в общественной организации состою, в общем, российской. Мы ходим по школам, по учебным заведениям, и по другим учреждениям государственным. И рассказываем о трезвом образе жизни. И, ну, то есть, это как бы действие такое в русле божьего промысла, божьего промысла, наверное, все-таки. Ну, доброе дело. Ну, а мне лично самому нравится перед людьми выступать. Это нормально, если я как бы попутно делаю доброе дело, и свое эго как бы глажу. Ну, знаете, как должен быть мотив правильный. Не просто, чтобы себя показать, а поделиться и состраданием другим. Это уже не только ложное эго. Здесь вы применяете элемент некий сострадания в жизни. Помимо здорового образа жизни, нужно людям дать идеал. Хорошо не пить, не употреблять наркотики, не курить. Это хорошо. Не кушать мясо, не убивать других, не причинять беспокойство другим. Знаете, как в Ведах сказано, там идет немножко глубже, но я потом отвечу дальше на ваш вопрос. Не беспокоить других не мыслями своего ума, не действиями своего тела, не своими словами. Вот такие должны быть нормальные, благочестивые, праведные люди. Не мыслями своего ума, не действиями своего тела, не своими словами. Мы не должны беспокоить других. Когда мы живем вот так, это как бы в коренном нашем фундаменте. Те, кто следует в ведической культуре, частности, кто практикует бафи-йогу и живет согласно ведам, они пытаются жить вот так. Помимо того, что мы им говорим, это нехорошо, но нам нужно дать более высший идеал. Какой самый высший идеал вообще может быть у человека? Идеал богопознания. Если мы даем, а помимо того, что это нехорошо, это нехорошо, это может вас привести к деградации, и когда личность деградирует, она может совершать много разных неправильных поступков. И она просто будет, знаете, без здравственности и все остальное, разложение будет. Но помимо этого, надо дать высший идеал. Если мы не даем высший идеал, мы говорим, это нельзя, это можно, это хорошо, это плохо. Надо дать высший идеал, и нужно поделиться некоторым вкусом. Передать вкус на здоровую жизнь. Нет, не здоровую, высшего идеала, высшего идеала богопознания. Здоровая жизнь, нехорошо, это уровень тела. Я говорю другому, об уровне души. Уровень тела, это хорошо. Вот это тело рано или поздно, что рождение претерпевает, старость, болезнь и смерть. Это колесо самсары. Мы живем, попадаем, многие, если живем на уровне тела, мы живем в колесе самсары. Мы рождаемся, растем, 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 стареем, заболеваем и умираем. И вот так, колесо самсары. Надо дать больше, то, что может вырвать из этого круга самсары, это путь богопознания, это как раз бхакти-йога, это то, куда вы попали. Бхакти-йога дает связь с кем? С Богом. Через служение Ему. Не через обретение мистических сил. Не через здоровое тело, чтобы ягодицы были упругие, для того, чтобы можно было привлекать других. Нет. А для того, чтобы дать нечто большее, вырваться из колеса самсары. Раз и навсегда. Вот это дает бхакти-йога. И христианство, оно очень созвучно с бхакти-йогой, потому что многие принципы преданности, верности и любви в конечном итоге, через подвижность, через молитву, через деятельность, это приходит к нам потихонечку, атом за атомом, понимаете, приходит. Наше сердце потом захватывает. Поэтому, помимо того, что это хорошо, то, что вы делаете, но это вы даже делаете из сострадания и из гордости, чтобы показать себе, какой вы хороший. Поделиться тем, что действительно это хорошо, вам помогло. И вы пытаетесь делиться. Это здорово. Нам тоже духовная жизнь помогла, поэтому мы пытаемся этим делиться. Я, допустим, школьникам так и говорю, что здоровый трезвый образ жизни помогает, чтобы мечты сбывались. Я говорю, мне всегда хотелось перед людьми немножко выступать, что-то говорить. И вот эта деятельность мне как раз и позволила воплотить свою мечту и здоровый образ жизни и нахожусь на том месте, где хотелось бы находиться. Ну, это хорошо, но это только первый шаг. Первый шаг в верном направлении. Я нахожусь. Первый шаг в верном направлении. Но если еще будут последующие шаги, тогда вы придете радость и счастье. Когда в вашу жизнь вы можете прорваться сквозь колесо стомсажа. Тогда это будет действительно внутреннее удовлетворение. И всегда отдавать, отдавать. Нам нужно лучше брать. Служение, да? Служение Богу, служение Гуру, служение духовнику и нахристианских. Ну да, мне это как-то надо все обставить так. Просто у нас в организации конфессиональный, религиозный, политический интервью. мне нужно как-то это все аккуратно обводить, чтобы не было разговоров издания религиозных. Вы направляете, допустим, вы можете направить, и сами можете об этом не говорить, но скажете, есть йога, допустим, такая хатха-йога, она тоже здоровье телу, даже можно, вот я сам, у меня были некоторые болезни внутренние, я через хатха-йогу и лечился заболевания, поэтому я верю в хатха-йогу, я знаю, что я работаю сто процентов тоже. Но духовная йога, бхатха-йога, это уже духовная йога. Как я еще раз повторюсь, дающая связь с Богом. В общем, духовную практику мне нужно заниматься. Духовная практика, да, тогда вы будете сделать прорыв в вашей жизни. Тогда ваша жизнь будет успешной. У меня и так за последнее время жизнь начнется круто не делать. Нормально. Я думаю, что если буду в таком темпе, то будет только интереснее, лучше и радостнее. Прекрасно. Поэтому мы много тоже в жизни проходили, но я знаю, я знаю, о чем лечу, потому что сам тоже неоднократно награблено стопал будущим молодым, юношем, хиппи немножко, да, и так далее. Я знаю, что такое все не понаслышке, я как-то прочувствовал, поражил это, я понял, что чтобы идти дальше надо иметь духовного учителя, духовника, как в любом деле, нужен тот наставник. Чтобы в любой области знать больше, нужно общаться с теми, кто не просто знает эту специальность, кто любит ее. Кто сдается этому всем сердцем, понимаете? тогда вы будете знать, если вы сами искренне и на этой волне пытаетесь служить этому, грубо говоря, я хочу стать хорошим механиком. Я люблю это дело, мне нравится, я должен... раз, два, три, 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 да громче это куда? раз, два, три, еще несколько этапов, еще говорить? хорошо, раз, два, три, ящик, вишнече, там, я должен найти именно того человека, кто, понимаете, разбирается, кто является механиком не за деньги работать, а по призванию, ему нравится сам процесс работать. А нужно найти такого человека, понимаете? Когда я нахожу такого человека, кому нравится сам процесс, не ради денег, не ради славы, тот что? Тогда, если я начинаю ему служить, этому человеку, то я что? Через это я начинаю сказать, если он видит мою искренность, в этой области, он начинает со мной делиться самым сокровенным. Он дает, вот палку взял, вот двигает, вот здоровый, а вот это идет на это делать, вот это, четвертый, пятый, десятый. Ему не нужно никакой диагностики делать. Он это хорошо понимает, он слышит, он любит. Как в любой области есть, допустим, ученый, как к нему приходят открытия, он постоянно день и ночь размышляет определенные идеи, понимаете. А потом ночью, как в Менделееву таблицу пришла, Ему как бы вишну, понимаете, Господь Нараяна дал ему это, открыл, принесли Менделееву. вся ему пришла во сне или хорошего музыканта, очень композитор, но он должен настолько свое дело любить, понимаете, что он должен будет день и ночь в этом помнить. Как, допустим, так же можно в любой области, так и следователь хороший, допустим, Шерлок Холмс, чтобы ему что-то понять, он должен это дело любить, и думать постоянно день и ночь надо ему, а потом будут что-то, будут, ну, понятия ведут, как в любой области материальной жизни, так и в духовной. Если мы это дело любим, если мы хотим это делать, понимаете, мы должны общаться, кто этим живет. Допустим, если мы в духовной жизни хотим прогрессировать, мы должны принять духовного учитель. Принять духовного учитель не просто того, кто действует, если ему нравится быть духовным учительом. Не духовный учитель, это тот, кто любит свое, понимаете, тот, кто предан своему духовному учительу, и служит этому каждым ударом в свое сердце. И когда мы находим такого духовного учителя и принимаем у него посвящение, становимся его учеником, тогда он нам может раскрыть, если мы искренне, мы должны хотеть стать духовным, стать учеником, тогда через это раскрыть. нашим сердцем. Такие принципы и они. Это как бы нас похож на материальные жизни, законы те же самые, но законы Бога они все совершенны. Из них исходят оттенки всех других подзаконов материальных людей. Развиваться нужно физически, духовно и разум. Разум это инструмент. Когда разум слаб, он становится кем? Слугой ума. Умом становится слугой ума. Разум он рассуждает и вам предлагает разные варианты реализации тех или иных ваших желаний ума. Если разум слаб, он становится кем? Слугой ума. Если разум сильный, он становится со временем, он становится кем? Командой души. когда душа начинает пробуждаться? Когда разум сильный, а как сделать сильный разум и слабый разум? С чем отличие? Мне кажется, допустим, когда ты поступаешь не исходя из того, что тебе диктуют твои рефлексы, инстинкты хочу и делаю, а когда ты рассуждаешь хочу, но это для меня плохо, вредно, это мне не нужно и не делаю, тогда ты руководствуешь разумом, а если хочу, не хочу, ну хочу и делаю, значит руководствуешь только умом, который на инстинктах, на эмоциях, на рефлексиях работает, ну я вот так это правильно, а чтобы сделать разум сильным, знаете, как делается сильным, когда мы слушаем что? Священное Писание, черпаем знания Священных Писаний, и когда мы слушаем кого, садху и гуру, они дают нам разум становится сильным, это трансцендентное знание черпает, тогда он, разум, может опровергнуть любое желание ума, а ум служит в интересах тела, не более, черпает когда разум черпит наставлениях в священных писаниях и наставлениях гуру и садху он становится сильным, несокрушимым. Вот поэтому надо, чтобы идти дальше, сделать следующий шаг, нужно принять духовное учительство, и ставить учеников, ставить учеников неформально, а не захотеть стать учениковым, как в любой области. Тогда через ваше искреннее желание стать учениковым, в виде его гуру будет вам раскрывать трансцендентное знание в сердце. А он будет приклеить к ударам молнии. Да? А как понять, что это именно тот духовный учитель, чтобы принять его привык? А вы должны сердцем почувствовать. Если вы достаточно благочестив, если у вас есть, пусть до некоторой степени пробуждающийся духовный разум, вы можете сердцем почувствовать. Есть описание, как узнать истину духовного учителя. Есть описание. У всех это по-разному проходит. Я могу только на своем примере. Если вам интересно, помню. У меня было два учителя духовных на пути гавы для васянализма. Первый у меня учитель был. Я был раньше организацией ИСКОМ, Народное Общество Сознания Гришни. Я был в этой организации какое-то время. Я тоже нашел первую духовную очередь, как. Он помог мне решить многие внутренние вопросы. Он помог из сердца, из ума выточить занозы, которые мне очень беспокойство большое подчиняют. я страдал, но это реакция на мои греховные поступки. Он мне помог вытащить из моего ума, понимаете, как могло боговое сердце не стало деть. Я понял, что я мог принять эту личность своим духовным учением. Я шел из этой личности какой-то десипет, грубо говоря. потом так получилось, что он сказал, я не могу вести абсолютно. Он признался, найдите себе другого духовного учения. Для меня это было сложно, но я начал искать. Я искал много с разными, общался с гуру, даже партия Макхури Махараджи Гатинад Гавди Амат был известный ученик Свадьи Так был очень старенький. Я с ним тоже общался, но он как бы это я не почувствовал именно в этой конечности, в этом Шудха Вашмарве, как его все считали, своего гуру. Но когда дошел наш гуру Махарадж, который принял потом Бхакти-сун Даргави на Махарадж, буквально это была встреча организованная Матхуд Махараджин, когда Шуджханах Валак Прохом, и он сказал два слова, он только вышел, сказал два слова, и у меня как раз появились те симптомы, которые описаны в Писании. Как бы волосы дыбом стоят, слезы из глаз, ну разные такие, и подсказка из сердца, из губин сердца, прими, 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 это твой гуру. Вот у меня вот так было. Я поэтому в следующую вечность подошел каватхут махараджу, я говорю, ватхут махараджу я принимаю, можно не принять нашего наставника вакхи-сунда-ргайна-махараджу, я хочу завечить его. Вот так я принял вакхи-сунда-ргайна-махараджу, и вот пытались следовать уже какого-то времени. И вот Маккартика в том году мне дали монашеский образ жизни посвятение монашеского. Можно сказать, новоиспеченный монах. А то есть если нет такого прям то это скорее всего не то. Если следуешь какому-то духовному учителю чувствуешь помогает его наставление то есть вакхи-сунда-ргайна-махараджу важно именно дикшу чтобы принять то действительно чтобы найти того кого ты полностью передашься. Опять описывается что разные бывают духовные учителя которые на разном уровне помогают а вот чтобы принять дикшу надо получается прям ну как-то чтобы прям чтобы ну да сердце нужно почувствовать поэтому усилить процесс так но у меня вот так поэтому я не мог противостоять этой силе которая изнутри пришла я просто искал много я знал Господним Всекуру про ханалхами про рождества ну всех многих но здесь у меня пришла такая подсказка вы должны почувствовать сердце не умом не из выгоды принять дикшу сердце чтобы этому жизнь принятие дикшу это неформальное дело если мы действительно хотим духовной жизни хотим вырваться из этого колеса самсары мы должны принять гуру неформально всей своей жизни тогда мы должны захотеть стать учеником тогда наша жизнь будет успешно тогда мы можем вырваться из колеса самсары и идти дальше по пути духовной трансформации я думаю сердце грязное но иногда может просто не почувствовать иногда какой-то глухол есть иногда опять ум заглушает он начинает фонить вы можете проблес почувствовать но он начинает забивать он как фон понимаете создает вам разные картинки начинает показывать поэтому надо почувствовать если действительно ваш гуру это поймет вам захочется как удовольствия я могу сказать также пример сарасвад это чулыш схарма хараджи и даже бхактвидан с вами праху бхактвидан когда они соприкоснулись с личностью сарасвади такура они поняли всем своим сердцем что этот гуру может дать кришну понимаете они осознали это все схарма хараджи он понял что именно сарасвати так может дать ему сознание кришну он почувствовал глубине сердца у него такое доверие образовалась глубокое доверие у него даже ни грамма сомнения это можно спросить что сказали следует гуру ну ну и садху помните просто вот я садху это личность которая садху это влачнаф который имеет квалификацию определенную духовную ну кто реализовал кто допустим реализовал наставление священных писаний некоторые ахикар квалификация приходит Есть некоторые реализации, там градации есть везде, садху есть, садху начального, парамаханца, ващнавы и так далее. Кто могут контролировать чувства, ум, желание тела, языка, желудка, гениталии и так далее. Поэтому есть градации везде ващнавы. Для нас знаете кто? Гуру, шастры, садху и ващнавы. Если мы хотим духовной жизни, мы должны слушать только них, а не наши проводники в ту реальность. Потому что деятельность их целиком и полностью, сначала и до конца искренняя и бескорыстная по отношению к нам, к душам, к душам. Они от нас кольца никакой не хотят. Они хотят нас манипулировать или использовать нас по своему желанию. Они хотят действовать в сострадании, они хотят нам плакать. Они хотят нам помочь вырос из этого колеса самсад. Это единственное их желание. Но они помогают только тем, кто искренне, кто хочет этого. Потому что есть такая, ну, пословица, говорит, это лошадь можно привезти к водопою, но мы не заставим его напиться, если он не хочет какой-нибудь пить. Если он пить не хочет, сколько-то его не заставляем, пить не будет. Поэтому должно быть желание, потребность духовной жизни. Потребность – найти духовную лошадь и вставить в духовную. Есть даже стих такой из Бхагавадгиты «Татвитхи пронепатена, парипрашнеена, сэвая». А не должно быть качество пронепата. Первое. В пронепат мы должны отчаяться, искать счастье в материальном мире. Когда мы это есть, когда мы понимаем, что в материальном мире все основаны на ложных иллюзорных понятиях. И тогда мы начинаем искать дальше. Вот если это чувство есть, тогда мы должны найти духовного ученика, принять у него посвящение и стать его учеником. И не нам откроет мир в трансляции. А где можно искать духовные ученики? Только в вашем направлении? Нет, искать. Или в каких-то других направлениях искать? Можно искать везде. Ну, понимаете, есть градации везде. Среди духовных учителей есть везде градации. Ну, вы должны найти именно духовное учение там. Ну, во-первых, чтобы гуру был истинным. Ну, я могу допустим одежде святости одеваться, но я смотреть могу на других каким-то своим корыстным одевать. Такие тоже есть. И в Индии много таких садху. Они одеваются как садху, но на самом деле они хотят какие-то свои корыстные мотивы у них есть. Кто был в Индии не первый раз, не один раз, а мы-то знаем. Ну, мы должны это опять-таки сердцем. Сердце – это лучший проводник. Не обязательно. Вот у нас, в нашей, как и семье, потому что в силах есть Дхара Махараджа и есть много других семей. Ну, если вы пришли сюда, попробуйте пообщаться, послушать других, более возвышенных садху. Вот сейчас будет лекция Бхакти Бхимилов Ватхот Махараджа нашего Ачарьи Русского. Потом будет лекция Бхакти Садхи Гасвами Махараджи – это гуру-гуру, понимаете. Гуру, который способен дать. Гуру-гуру. Поэтому посмотрите, послушайте, раз так получилось, что вы сюда пришли, значит, не просто так. Ну, не просто так. Значит, что-то вас привело сюда. Помимо ваших каких-то желаний, может быть, встретиться, пообщаться – это хорошо вам. Я вижу, что вы искренний человек, и я думаю, что у вас будет светлое будущее. Ну, в последнее время так вообще происходит. Ну, не знаю, как объяснить. Ну, как, я знаю, как объяснить, но, в общем, я понял так, что, когда я затею доброе дело, вот, и хочу его воплотить, даже если, ну, кажется, сначала, ну, не воплотим, то мне начинают встречаться те люди, которые способствуют этому, мне начинают те, ну, ситуации складываться, которые все к этому ведет. Вот так все идет, как будто тебе… Бог с тобой общается языком жизненных жестов, и ситуация вот так как-то направляет тебе людей, направляет тебе ситуацией. Вчера я случайно шел, смотрю, ну, о вегетарианстве что-то, я вот четыре месяца стал как вегетарианцем. Не удивился, что меня сюда привело случайно. Случайности? Не случайно, как это? Не случайно. Я решил поближе познакомиться с вашей, ну, с этой культурой, вот, узнать что-то. Могу вам сказать, тот, кто искренне встал на духовный путь, тому вся жизнь станет сказкой. Сказкой, не просто такой, понимаете, сказкой, которая, она переплетается с реальностью. Просто вы начали видеть другие оттенки жизни, вы будете раскрываться к веру. Вот то, что вы сказали, действительно так, все будет складываться всегда, понимаете, так как самым совершенным образом, когда мотив вашей деятельности будет правильный, направлен на служение Господу. Мы говорим, что мы к Богу можем служить, знаете, через кого? Через духовника, или через духовного учителя, через посредника, через прозрачную среду. Потому что мы к Богу напрямую можем, конечно, можем, да, но это такая абстрактная связь и понятия. Бог это все, он пронизывает с собой каждое творение, каждый атом, понимаете, все пронизано им. Он все поддерживает, все контролирует и всем управляет. Но для того, чтобы это отчетливо было понять, поэтому мы должны всегда иметь последника, духовника, гору. И он будет вас вести дальше, и вы будете все по-другому воспринимать. Мир становится, не только вселенское сознание у нас формируется, у нас пробуждается, мы как бы сознание Бога, сознание Кришны, то есть сознание Божественное сознание. Действие интересов Бога – это самое высшее, что вообще можно желать на Земле. Когда душа начинает пробуждаться, она начинает жить не для себя, не для общества, не для блага человечества, а для удовлетворения Бога. Это самое высшее. Как-то здесь христианская история про Содом и Гоморр. Когда ангелы пришли, спросили, есть ли тут, сколько тут праведников? Хоть один есть, даже одного, но тогда мы полностью уничтожаем. Рассадник порока, понимаете, мы стираем лица, чтобы они не заразили других этим пороком. Да, я слышал. Поэтому, если один праведник появляется, то служит Богу искренне, бескорыстно, от всего сердца, через служение духовного учителя, когда эта личность уже несет благо для всех. У него, во-первых, само становится внутренняя гармония. Он живет в гармонии, в радости сам, и эту радость и делится с другими. Это первое, понимаете. Чем больше таких личностей становится, а сейчас такое время приходит, и их становится больше, больше, больше и больше, и лик общества меняется. Мы 20 лет назад не могли даже представить, что такой начнется бум йоги. За это раньше даже сажали в тюрьму. Был закон такой, я не помню, который гласил, как антисоветская деятельность до перестройки до 1988 года. Вообще идея духовная, идея йоги и перебражения человека было запрещено об этом говорить вслух. Знаете почему? Потому что это считалось антисоветской деятельностью. У КЭТом до 5 лет лишения свободы. И многие, как бы, люди, непрошенщики люди, тюрьмы, через некоторых психбольницы, психушки закрывали, ставили на них разные эксперименты. Что такое чехушка под замком? Это как тюрьма, но где ставить разные эксперименты. Поэтому подопытно делали. Я знаю таких людей. Ну, один человек обладал такой силой. Он был очень сильным интеллектуалом. У него это, ну, мама доцента в ГМГУ. Папа там Баумана. Он такой человек был. Очень высокоинтеллектуальный человек. Его, или что вы думаете, он начал там, заведующая вот этой поликлиники. Она стала его очень медициной. Она стала преданной. Она нашел грудную почву священную. Она ему таблетки не стала делать где-то. Поэтому его не смогли сломать. Они личности, ну, как, четвертят, раздувают, а потом четвертят. И все, она застает, стирает полностью. Поэтому, ну, такие были разные испытания. И сейчас я хочу прочитать несколько стеклов из Бхагавадгита. Это Бхагавадгита. Это наставление Песни Бога, наставление самого Кришны, для Анджоны и для всех остальных людей, для всего человечества. Песни. Сам Бог рассказал до наставления. Это седьмая глава. Несколько стихов. Это высшая, создающая энергия эксплуатирует материальную. Стремясь к чувственному наслаждению, согласно индивидуальным корыстным желаниям, стремясь к чувственному наслаждению, согласно индивидуальным корыстным желаниям, проявляющимся как деятельность ради результатов и ее последствий. Духовный мир исходит из моей внутренней энергии, а материальный мир – из моей внешней энергии. Составляющая энергии живых существ именуется пограничной. Это мы с вами души, относится к пограничной энергии, согласные, храмы, спасаемые. Иными словами, они могут выбрать жизнь, либо в материальном мире, либо в духовном мире. Когда мы были в брахсяне Брамана, некоторые говорят, что мы пришли из духовного мира. Нет, мы из духовного мира, как согласно нашей ачаре, нашей миссии изначально, Швидхар Махараш говорит, мы никогда не были в духовном мире, мы с вами пришли из промежуточной энергии, из пограничной энергии, которая равна, может нам дается выбор, или хотим мы соскать в воду, или служить на небесах. Мы с вами, мы все души, мы из души. Мы пришли в этот мир, мы захотели царственную воду. Поэтому мы пришли и брали в этот материальный мир. Но мы должны Господь дать еще один шанс, потому что мы занимаем промежуточной энергией между материальной, положение между материальной энергией и духовной. И в зависимости от нашего общения, от наших устремлений, мы порабощаемся материальной энергией, становимся материалистами, грубыми и демоничными людьми, которые хотят манипулировать и управлять всеми. Или мы становимся через благое общение, через общение с посвященными людьми, духовными людьми. У нас появляется шанс одухотвориться и стать на путь преданности Богу. Если мы стали на путь преданности Богу, то нас уже трудно оболвать чем? Всякой пропагандой, всякими схемами оболваниваниями. Нам трудно навязать желания материальные, потому что мы будем знать, откуда оно исходит. Мы не захотим брать кредит, потому что мы будем знать, что нам придется стать рабом банка и работать, не подлагая дорогу, дядя и ночь, который у нас жизненные силы все забирает. Поэтому мы подумаем 10 раз, когда мы станем духовными людьми. Нам придет внутренняя сила, от чего? Через молитву, по милости духовного учителя, по милости духовника. Нам придет внутренняя сила и придет понимание, что и что. Я, когда начал путь трезветь, но алкоголь оставил и изучал всякие материалы, попала такая информация, что когда человек не употребляет алкоголь, со временем мозг восстанавливается. И те инструменты, которые даны нам природой для принятия решения, допустим, совесть, логика, интуиция, созидание. Все эти инструменты, которые нам даны природа, они помогают нам принимать правильное решение. А если человек отправит себя алкоголем, то он с помощью этих инструментов решения не принимает. и поэтому она может быть не согласована с совестью, оттуда и подлые поступки, и безнравственные и так далее. Ну да, это все правильно. Потому что алкоголь, кто начинает употреблять алкоголь, это алкоголь, это есть определенное существо, которое порабощает. Как допустим… Бес, да? Ну да, можно сказать бес. Что это, кто такой бес? Все наши материстичные желания из эгоизма, движущего эгоизма, зависть, корость – это все бесы, наши внутренние враги. Они не вовне, они в нашем, внутри нас. Что нет, внутри нас этих, если этих врагов внутри нас не будет, мы не будем их видеть и замечать во вне. Поэтому одного святого царя спросили, это был такой царь Витхишхиров, дали ему задание один мудрец, «Походи, приведи мне одного человека, кто хуже тебя». Что вы думаете, он ходил несколько дней, ему дали несколько дней, ну три дня, ну грубо говоря. Через эти дня он приходит и говорит, «Я не нашел ни одного человека, кто хуже меня, каждый в чем-то лучше меня». Это был святой царь Раджа Риши, который служил Богу, который к каждому ребенку, который к каждому подданному в своем царстве относился как к своему дитя. Такие были цари. Это трудно себе представить. Поэтому монархи уничтожили, да, почти везде? Такие были цари. Великие цари. Сейчас влияние времени, калий, сейчас век, другое. Это по замыслу Бога все идет. Другому сказали. Был такой Дурьотхана. «Ты должен идти и найти, кто лучше тебя». Он ходил, ходил, я пришел, я не нашел ни одного, кто лучше меня. У каждого есть какие-то изъяны. Это такой демоничный царь. Как раз вот эта битва была на Куракшетре, она была между злом и добром. А нецотворением зла был Дурьотхана, царь Дурьотхана, нецотворением добра и благочестия. Его отец был Тхармараджи в Ютхишкире. Поэтому он каждый видел достоинство, а другой видел в каждом недостатке. В этом отличие. Хотя он был идеальным дипломатом, понимаете, Дурьотханом, идеальным политиком, идеальным. В наше время наверняка бы в Госдуме не сидел. Я не хочу эти слова говорить, а может это… Он строил общение и был демоничным, да? Да. Ну все для себя. Он считал себя лучше, чем все остальные. Каждому видел изъяны. Эмоции, инстинкты под контролем, а все остальное… Каждому видел изъяны, понимаете, он себя лучше, чем… А другой, тот являлся хорошим, благочестивым царем. Каждому видел достоинство. Он считал, что каждый лучший. Представляете? Тоже самое, настоящий подвижник, кто очищается от разных… Одного за другим побеждает внутренних врагов. Он начинает понимать, что ему есть работать над многим. Есть над чем поработать, да? Да. Вот когда мы больны, когда мы больны, понимаете, но считаем себя здоровыми, то мы вряд ли здесь и все правильно. Как стадия, когда мы пьем… Да я не пью чего-то. Каждый день по 150. Это же рунда. Утром в обед с друзьями, вечером по 150 для хорошего солнца. Ну я же не пью. Вот это самое. Кто считает, что он болен, но считает себя здоровым, тот безнадежно… ему трудно излечиться. Но тот, кто уже начинает лечиться и начинает понимать, что он болен, он ищет способы излечения от болезни. Ну да, если ты спрашиваешь у пьющего человека, ты алкоголь? Он говорит, нет, нет, я же только по праздникам, я культурно… Причем и такой уже забултыжный, то есть… Все равно он говорит, я нормально, все, я за свои, я по чуть-чуть… Мы не много, мы не много. А сам уже в таких ободранных странах ходит. Поэтому алкоголь порабощает, понимаете. А наркомания еще хуже, она делает… Особенности опиумной группы, она делает людей кем. Он полностью стирает все хорошее в человеке. Ну алкоголь тоже признан наркотиком в 1975 году. Всемир организаций здравоохранения был признан наркотиком. И во многих странах запрещен. Арабские страны, допустим, где запрещен. Правильно. Просто вот, как вы говорили, демонические строопщики у нас в управленческих рядах где-то… Ну это хороший бизнес для них, что здесь структура. Наш народ пить, да. Ну так, чтобы манипулировать. Манипулировать легче, обманывается рекламой, со всем мыслями направлять. За кредитами. Думаю, что трезвый человек же не будет этого делать. Да. Может, у кого-нибудь есть еще вопросы? Может, у вас есть? Да. А? А? Ну вот, мы можем дальше почитать. Ну, хорошо, вы как бы можете туда, это нам тут сейчас предоставили. Кто желает, сейчас будет лекция нашего Ачаря для Бхактаби Малаватхуд Махараджа. Можно будет пойти послушать его на центральном зале. Сейчас еще раз почитаю. Могущественный Арджуна знает, что материальная или внешняя природа является низшей, тогда как моя пограничная энергия, состоящая из индивидуальных душ, выше. Это мы с вами с пограничными мерами пришли. Эта высшая сознающаяся энергия эксплуатирует материальный мир, применяясь к чувственному наслаждению согласно индивидуальным корыстным желаниям, проявляющимся как деятельность ради результатов ее последствий. Духовный мир исходит из моей внутренней энергии, а материальный мир – из моей внешней энергии. Составляющие энергии живых веществ именуются пограничными. Согласно их равным, приспособленности, иными словами, они могут выбрать жизнь либо в материальном, либо в духовном мире. Господь настолько мы изначально говорили, что в самом начале нам говорили, что вы хотите царствовать в воду и служить на небесах. Но мы с вами избрали царствовать в воду. Мы хотели подражать Богу, поэтому мы пришли в материальный мир. И каждый здесь в материальном мире имеет природу порушенную. Каждый, допустим, спроси человека, кто живет. Для чего ты живешь? Я живу для того, для другого, для третьего, для четвертого, для пятого. И все в основном это будет что? Материальные планы и цели, правильно? И каждый человек говорит, что такое вообще материальная природа? Для чего она создана? А каждый говорит, что она создана для моего наслаждения. Каждый. Даже не так? Вот, потому что мы живем на уровне материального тела, и мы все хотели изначально быть порушенными, наслаждающимися. Мы со временем, по мере пробуждения нашей души, мы будем понимать все более и более отчетливее, что Бог, это не центр всего, что все создано им, все поддерживается им и все управляется им. Даже мы и наше тело нам не принадлежит. Наше тело нам не принадлежит. Оно дано нам, родителями, но ингредиент для создания наше тело дал Бог. Мы просто получили среду, но в определенной среде получили рождение, воспитание определенное, определенное окружение, но это тоже оно к нам пришло по милости Бога, в соответствии с нашей кармой. Поэтому Господь настолько милостив, что Он всегда, каждой душе дает шансы снова, снова, снова и снова. Как-то мы ехали за Ним в Садху, ехали в путешествии, в Торе. Мы как-то сбились несколько раз в пути, и нам навигатор снова выстроил маршрут и снова сказал, вы можете через 200 метров повернуть налево, потом повернуть направо и двигаться прямо. Господь говорит, как навигатор, Он дает нам шанс снова, снова и снова. Он не учитывает наши изъяны, Он не учитывает наши недостатки. Он всегда к нам сострадает, и Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он настоящий. И Он хочет этого больше, чем даже мы сами этого можем представить. Потому что мы как в вежливей притче о заблудшем сыне, даже в людейских историях. У вас даже есть замечательная картина, написанная в Машнаване, Кришна, встречая заблудшего стволу, который вернулся в духовный мир. Есть такая книга, называется «Гобхумар», написала Санта Магасвани. «Путь через странствие Гобхумара». Такая замечательная книга, где Он искал свой духовный путь. Но когда Он в конечном итоге нашел, и Он вернулся от отсоединя от моего любителя, то Сам Господь его вышел и встречает и обнимает. «Я тебя давно ждал, я соскучился о тебе, я тебя ждал». Поэтому Господь, Всевышний Господь, Верховная Личность Бога ждет нас навсегда. Он дает нам шанс снова, снова, снова и снова случайности не случайно. Вообще жизнь, ничего случайности, случайно где бывает. Люди встречаются, не случайно, в этом безбрежном океане, понимаете, материальной жизни, кто-то встретился, не случайно. Шанс. Поэтому Бхагалагид – это песня Бога, это послание, которое Господь нам дал. Веды – это дыхание Бога. Велическое знание – это дыхание Бога. И он дал нам людям в материальном мире. В любой области материальной жизни есть даны наставления веры. В любой области. В том смысле сделать свою жизнь более совершенной. В общем, жить нужно ради идеи. Понимаете? Да, еще выше идеи. Идеал, как говорил наш Гора Махараджи, о человеке, сейчас я его дословно постараюсь сказать ему слова, о человеке судят по его идеалу, по его стремлению к Высшему. А человеке судят по его идеалу, по его стремлению к Высшему. Чем выше идеал, тем мы лучше становимся человеком. Ну, наверное, пути. Конечно. Бесспортно. То, что Вы делаете – это хорошо. Помогая другим делиться тем, что Вам помогло – замечательно. Ну, когда будем говорить о Высшем идеале, о идеале Бога познания, это самое Высшее, которое вообще есть в Материале. У меня только такая проблема. Ну, мне ребята, которые давно на этом пути трезвые сейчас, да, и которые уже по 10 лет занимаются этим, да. Ну, не все говорят, что есть такая стадия монопизма. И рассказывают такой пример, что ты ходил в школу 10 лет по одной и той же дороге, потом один день споткнулся, просто упал, встаешь, а рядом другая дорога. Ты ходил здесь 10 лет в школу, ни разу ее не видел. И спрашиваешь людей, давно эта дорога? Они говорят, всегда была, ну, то есть, трезвая дорога, да. И вот твое первое желание близким всем, да, всех вот затянуть на эту дорогу, показать, да вот она рядом, и они не знали об этой трезвой дороге. Ну, вот какая-то стадия фанатизма, и иногда такое бывает, что вскулишь, когда тебя как-то так воспринимают. Ну, то есть, надо как-то научиться держать себя в руках спокойно людям, да, на сей день. Ну, понимаете, спокойствие должно быть, знаете, как реализовано. Если вы просто говорите со всеми, сидите, я вот с завтрашнего дня буду терпеливым и смиренным. Ну, на сколько вас хватит? На сколько секунд? Вы будете смиренным и терпеливым. Вы должны изменить себя изнутри. Вы должны освободиться. Вы должны, во-первых, знать, что такое смирение, что такое терпение, и как это можно реализовать внутренне. Это качество. У нас тоже есть такой период, духовная жизнь называется Утсахамали. Такой энтузиазм. Хочется, понимаете, поделиться духовным знанием со всем миром. Нормально. 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 Такие переводы, как бы они вообще… На каждом есть то, что вы сказали. У нас называют на санскрике Утсахамали. Ложный энтузиазм. Ну, со временем. Это как бы это чувство, оно перейдет в реализованное чувство. Оно станет зрелым. Вы захотите делиться другими как? Из сострадательного сердца. Когда это будет уже и сострадание, но и стихать, то вы это сможете, понимаете. Ну, это сострадание тоже, как может быть, один из первых атомов настоящего чувства, как бы, ну, это транссидентное чувство. Большое страдание – это атом, первый атом божественный, жертвенный, сострадание. Готовность умереть ради высшего идеала. Тогда это уже, глянует, это уже чем-то настоящим. Даже, допустим, в государстве какой-то, если кто-то живет по принципу «умри, но сделай», он в любой области, даже материальной жизни будет быстро прогрессировать. и в политике также. Также, допустим, в каких-то структурах силовых, если кто-то живет по принципу и жертвует своей жизнью ради, чтобы спасти, допустим, заложников или еще кого-то, террористов обесточить. Они же всегда имеют уважение и почет, потому что такие люди не жертвуют собой ради более высшего идеала. Поэтому, самое высшее дело – духовное идеало. Я вот это вот ощущаю в себе, что мне хочется только вот так вот, как Вы говорите. То есть, я готов донести до себя жертву ради того, чтобы донести это до людей. Но будет настолько информация о травме, что такое сопротивление на себе чувствует? Ну, трудности делают нас настоящими. Если Вы через трудности не прошли, Вы кто будете? Вы просто будете, как Вам сказать, книжник, не более. Знание должно быть реализованным до мозга костей, до глубины Вашего сердца. Когда знание будет реализованным, Вы сможете достичаться до любого сердца. Трудности закаляют нас, делают нас настоящими. Ну да, они были. И родители меня считали странным. И от мяса отказался, и от крови отказался. Ну, это хорошо. И друзья, и знакомые, то есть, тоже такие за спиной разговоры слышал от себя. То есть, и сектант, и только что не слышал. И все это на тебя давит, и все равно идешь дальше. Ну, на духовном пути испытания будут, они еще более тоньше и очень сильные. Потому что весь мир живет по другим законам, по другим принципам. Ну да. Поэтому это как бы некоторое, понимаете. Но зато мы здесь, чем больше предаемся, понимаете, чем больше начинаем присутствовать, чувствовать присутствие этого духовного учителя, помощи его. Чем больше отдаемся, и он понимает ослужение ему, ослужение Богу, тем больше приходит покровительство, и реализация происходит более глубокая. А есть такая молитва царицы Контий. Такая была царица, ну она в Махавхараде тоже есть. Она говорила, знаете что, может быть не дословно, но смысл не дам. Она говорит, Господь, я молюсь Тебе, чтобы беды вновь и вновь приходили в мою жизнь. Почему? Беды и испытания. Потому что в бедах и испытаниях я постоянно помню о Тебе и возношу искренние молитвы. Ну может быть я не так сказал, но я постарался не исказить смысл. Не скажи. Насчет пьянства там и алкоголизма, да. Просто если можно провести такой пример, что тем, кто живет в Москве и работает в Москве, то тут недалеко есть Дубна, недалеко есть город Королёв, недалеко есть город космонавтов. Так вот, там молодые люди все знали, что есть они и хотят поступить на работу, то они должны 30 дней пробыть трезвенниками. Несмотря на то, что алкоголь выходит через организм здоровья, у кого через логики какие-то проблемы со здоровьем, то действие все равно на тонком уровне продолжается 29 дней. И только на 30-й день они придавали анализ, чтобы их посчитали трезвенниками и приняли на заводке, делали ракеты, где провалили испытания, потому что это разные заводы. Ну да, там ливень как бы высокоинтеллектуальная такая, да? И вот еще такой пример, значит, один человек, причем этот человек всю свою жизнь прочитал 2 книги всего. «Он струженик очень большой, 40 лет работал шофером. А вот где-нибудь, видишь ли этого шофера? Ну вот, 40 лет проработал шофером. И когда он об этом узнал, что вот если он выпьет 12 раз в год, это считается уже алкоголик, он был так потрясен, что он бросил пить, уже 4 года не выпивает. Глядя на него, запойный сосед, которого лечили 7 раз скодировали от алкоголя, 10-й скодирований тоже перестал пить. Вот вы понимаете, то есть вот пример заразителя. Хороший пример, да. И когда человек один, да, ему очень трудно. Держись. Ну я, слава Богу, не один, у нас тут огромная организация был на съезде. Ну ты же говоришь туда спиной. У себя в городе, я просто один. Как вот, вы говорите, просто дома не могут. Вот ты и ищешь единомышленников, вот ты и нашел. Поэтому вам повезло, до какой-то степени, встречайности еще раз попрести, неспешенно. Вы могли пройти, вы рядом, представляете, огромный океан, безбрежный океан материальной жизни, и вдруг не с того ни с чего вы шли, вы видели это. Вы могли пройти по другой улице, и вообще могли на другой станции метро выйти. Просто я не в корабле по океану плыву, а сам по этому наверное. Молодей, да, но Господь всегда, понимаете, бывает так, что вроде бы жизнь меняется, так часто бывает. Потому что помощь приходит, Господь заботится о душе, Он хочет его углубить. Потому что когда мы становимся на путь праведности, понимаете, чистоты, то Он нам начинает помогать. Мы начинаем видеть Его незримую руку помощи. Как Вы сказали, да, действительно, незримая рука помощи, Его всегда, понимаете, всегда заботятся о нас. Как о своих заблудших детях. Мы заблудились в этих катакомбах материальной жизни в джунглях. Мы не знаем, куда двигаться. Но когда пришло такое понимание, что в материальном мире счастья не найти, тогда мы наверно такие. Тогда помощь придет конкретная, реальная. И все же деньги зарабатывать надо. И вот я так думаю, если ты зарабатываешь деньги и чувствуешь, что у тебя совесть чистота, тогда это нормально. Нормально. То есть согласовываешь совесть и все, да? Нормально. У нас даже есть такие, как в законе карма йоги, есть с первой по шестой главы Бхагавадгид. Если у Вас нет, Вы приобретите Бхагавадгиду. Два месяца назад молодой человек в Краснодаре подошел и взял его. Вот, почитайте с первой по шестой главы особенностей. А если спросить или нету? Нету, есть. Есть. Есть новая Бхагавадгита вышлем с малым тиражом. А, ну где же идешь так? А, у меня звонка сидит, там может быть есть. Ну, по крайней мере, на внутри нет. Надо знать места. Ну, на рецепт что не спросить? Ну, так или иначе, если у Вас есть Бхагавадгита, начните читать. Какие-то будут вопросы, Вы их выписываете и Вы можете приходить в храм. Для этого существуют такие центры, как вот эти центры айога и кисельные. Поэтому здесь есть люди, кто пытается жить в соответствии с этим. Кто пытается изучать священное писание. Кто пытается действовать согласно наставлениям данных священных писаний. И вуру. Тогда они могут Вам подсказать. Вам что-то непонятно? Вот, подошли. Выписали вопрос. Задали Бхагавадгита, где Вы хорошо? Как ответить? Он Вам скажет. Вот так, вот так, вот так. Оно все по полочкам разводится. Вам будет понятно. Я из Краснодарского края, я не знаю, у нас есть. В Краснодаре есть у нас, ребята. У нас есть, знаете, Ашрам. Центр Велический в Сухуми. У нас есть вегетарианский ресторан в Сочи. Прекрасно. По-моему, там где-то в Сухуми рядышком. Там очень серьезные ребята и прекрасные. Там есть наставник. В Сочи? В Сочи. В Сухуми. А, в Сухуми. Да, там очень серьезные, глубокие наставники, искренние душа. Хрючакеш Махарадж. У нас тоже Саньяси. Он монах. И он своей жизнью полностью посвящает служение. Духовному учителю. Нашему отчаянию и идеям. Читанию Махараду. Поэтому там прекрасное место. Он недавно был в Казмодаре. Сейчас он был даже в Ростове. Поэтому мы можем, вы можете зайти на сайт Харикришна.ру. Там можно найти адресат. Информация адресата. Да, да, да. Махарадж. А в Сочи тоже там же, я видела, открыли центры лидические. А, ну там есть, вроде бы, центры йоги там есть. Вегетарианские рестораны. На Махахе там. Да, там есть на Махахе, есть общение там тоже. Приезжает Хрючакеш Махарадж постоянно. Да. Да. Мы сейчас как бы плавно передаём вас в руки Дани Махараджа, наверное, он уже пришёл, наверное. Информация. 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 Нет, это просто каждый как бы… Ваштав, он приносит другие оттенки. Это замечательно. Потому что мы были как бы рады общения с вами. И мы слышим очень хорошие, интересные вопросы. Потому что… Как вас зовут? Александр. Александр. Ну, мы с вами тёска. Меня раньше звали тоже Александр. Поэтому у вас как бы хорошее открытие. Правильно. Вы движетесь в сверном направлении. Но надо заполнить свою жизнь как бы пустотой, духовной практикой и служением ради высших духовных идей. И избрать надо Гуру. Постараюсь стать учеником. Да и столько, если честно, всего сейчас интересует, что если вы мне дали ещё двадцать три часа в сутки, я бы их… Ну, хорошо. Но вы должны как бы фильтровать меры своего понимания, меры вашей благовыдачи. Вы должны это фильтровать. Ну да, что-то может быть лишнее. Благовыдачи, понимаете. Если у вас есть, сукрите, вы что-то выберете для себя. То, что вам наиболее… в данном этаже более всего. А скажите, вот есть такой человек, по-моему, он тоже обедах у него в лекции… Тапсунов. Есть такой, да. Это вот тоже он… Ну, об этом же рассказывает? Ну, не совсем об этом, но… В принципе, да. В этом направлении он пытается… Ну, величественное знание. Да, да, да. Ведь мы пытаемся говорить о бахте йоги, о шутхе бахте, о пути чистой преданности. Наша школа, наша семья, наша школа, говорит о пути чистой преданности. И как идти по пути чистой преданности, и что для этого надо делать. А там, как бы, он приводит людей, которые интересуются разной благочестивой кармой, хорошим благочестием, здоровым образом жизни. Он постепенно людей приводит. Ну, он как бы, да, пытается, конечно, в итоге тоже подсказать, дальше уже давать наставления из Чимабада, из Благовиды и других священных писаний. Поэтому, да, Тарсунов, да. У него даже большое где-то Ашин там есть. Что большое? Ашин где-то есть. Это в Краснодаре. Ну, в Краснодарском крае. А, да-да-да-да, я слышал, да. Там у них тоже и кафе итальянское, и столовая. Я бы был случайно в этом. У них там какой-то где есть. Ну, не шли в чек-то, а не сразу? Нет, нет. Это немножко другая семья, чуть-чуть другие акценты воспитания. Ну, так или иначе. Вы должны, как бы, по вашему благоудаче и по вашему сокрите, сделать для себя выбор просто. Ну, сердечный выбор. Потому что эту дорогу вы должны, каждый из нас должны сам. И вы должны сами для себя сделать выбор. Потому что обманываться никто никогда не хочет. А духовная жизнь, она предоставляет нам шанс. Шанс, хочу еще раз повторить, вырваться из колеса самсары, из колеса рождения, старости, болезни и всего. Анима хорошо? Приходите. Сейчас у нас продолжит наш, как бы, брат это, мыслим как раз вместе, принимали монашеский образ жизни. Да. Вот и Ашай Данди Махарадж. Он ученый человек, он может рассказать намного больше. Ашай Данди Махарадж. Люди, наверное, первый раз, невероятно. А о чем мы будем говорить? Вы, например, представляете, что здесь вообще? Какое направление йоги, да? И что, как? Может, вопросы есть у вас какие-то? Ну, я даже не знаю, о чем говорить. Не могу говорить, конечно, о многом. Тема лекции какая была? Не помните? Сейчас. У нас такая тема, что можно говорить очень долго. Духовный поиск с точки зрения ветра. Ага. С точки зрения ветра. С точки зрения ветра. Можно зерку прикрыть, чтобы. А сейчас нам придет. Ну, кто-то придет, зайдут, закрывают. Да, мы говорим тихо, и поэтому… Духовный поиск с точки зрения ветра. Ну, допустим, можно начать с чего? Можем начать с таких произведений, как, знаете, ну, Багавандита. Багавандита. Это, наверное, вы знаете, что была такая битва, была между праведниками и грешниками. Знаете Махабхара? Потому что был фильм, где-то в тринадцатом году, Болливуд поставил фильм. И показали, они как бы экранизировали все серии Махабхара. Это там где-то сто шестьдесят семь серий, двести шестьдесят семь. Я не помню точно. Но вот они очень сделали, как бы, хорошую такую постановку. И они полностью показали все Махабхарату. Махабхара – это что? Это древнее священное писание, которые, ну, доведены до нас в форме диалогов, в форме разных историй. Потому что мы сейчас живем в такое время, что философию, через медитацию очень сложно постичь глубинный смысл Божества. Это очень сложно. Поэтому Господь и свое сострадание к нам, к душам, которые будут жить в этот период, когда все озабочены чем? Выживанием, стремлением к наслаждению чувств и к всевозможным удовлетворению материальных желаний. Сейчас люди чем в основном живут? Только эти. Потребление. Потребление. Мир потребления. Сейчас все средства массовой информации, вся как бы реклама, телевидение, фильмы – они только нам это навязывают. Хотим мы, не хотим. Ты этого достоин. Управляем мечтой. Ложные цели навязывают. Управляем мечтой, чтобы поработить человека. Теперь хочешь жить на машине – бери кредит. Кредит взял – все. Раб стал какого банка. Раб банка. Приходится, хочешь и хочешь, работать и зарабатывать. Поэтому вся наша цивилизация направлена на что? Чтобы поработить человека и выкачать из него все это. Поэтому у нас времени очень мало в настоящее время. Наш разум захвачен выживанием. И поэтому для настоящее время Господь поведал Махабхарату. Махабхарата записал Ясада, и как раз сердцем Махабхарата является что? Бхагавадгита. Бхагавадгита – это песня Бога, в которой Господь дает наставления очень простым, доступным языком. И сама Махабхарата – это битва добра и зла, где-то гнева и жадности, вожделения, алчности, иллюзии и так далее. Там все показано на примерах истории жизни людей. Как люди жили, чтобы нам было понятно, историю нам показывали. Как люди жили, чем они были движимы, какими интересами, что ими двигало. И к чему это приводит. В конечном итоге, чтобы быстро пролистать, чтобы самим на грабли не наступать. в 101-й раз или в 1001-й раз нам даны истории священных писаний, изложены в качестве истории. К чему это может вести. Поэтому Махабхарата и сердце Махабхарата – Бхагавадгита – это уже более сокровенное знание Бхагавадгита. Это сокровенное знание, что там дается знание представления о душе, что мы не есть материальное тело, что мы есть духовная душа. И постепенно объясняется, что есть карма-йога, что есть бхагги-йога, что есть гьяна-йога. На основе разных. Там много глав. Первые шесть глав, как говорят вайшнавы, они рассказывают нам о карма-йоге. Это деятельность ради плодов. Потому что многие из нас имеют склонность к чему? Совершать действия ради плодов. Правильно? Поэтому нам, чтобы выжить, мы должны действовать. А чтобы действовать и не запутываться в последствиях нашей деятельности, чтобы наша деятельность не давала никаких реакций, мы должны совершать действия с правильным сознанием. Если мы действия совершаем с правильным сознанием – реакции нет на нашу деятельность. Если мы действия совершаем из жадности, корости, не с с правильным сознанием, тогда действие имеет закон кармы. Мы запутаемся с законом кармы. Как нарушаем закон. Допустим, вот закон есть, уголовный кодекс есть, правильно? В государстве есть уголовный кодекс. Если мы нарушаем закон, то что, мы подпадаем под законы государства. Это естественно. То же самое есть законы Бога, если мы их нарушаем, мы страдаем. Вроде бы нам кажется, что мы веселились, но мы чего, тешились, чтобы удовлетворить самих себя, эго наше. Оно хочет чего? Признания. Оно хочет славы. Но все такие действия, они подпадают под юрисдикцию закона кармы. Вроде бы нам весело, хорошо, но за все приходится платить. Даже законы Бога, они настолько совершенны, что при этом нет. Знаете, как закон кармы? Каждое действие имеет равное по силе противодействия. Закон кармы. Значит, что посеешь, как говорил Иисус, то и пожнешь. Если мы делаем добрые дела, значит, мы не попадаем под законы кармы, если стержнем, мотивом нашей деятельности, не просто делать добро, а служить Богу. Когда мотив нашей деятельности – служение Богу, служение, допустим, гуру, служение духовнику, как говорят христианские, духовнику, мы служим, и, допустим, я монах, не монах, а послушник, я прихожу в монастырь, что я делаю? Меня берут в монастырь, меня вначале проверяют, насколько я искренен, чтобы там не причинял никаких беспокоить, если у меня пороки скрытые, может быть, у меня какие-то отклонения. А потом, когда они уже видят, они принимают в монастырь послушника. Послушник, как он растет? Он общается с теми, кто имеет уже глубокую веру в монастыре, его прикрепляет к какому-то монаху, ему не духовник, и он его ведет, он ему говорит, делай вот так, делай вот так, а послушник занимается чем? Он будет выполнять любую работу даже физического тела под руководством того, наставника. У нас, допустим, в йоге называют духовный учитель. Духовный учитель, он принимает ученика, и по поводу того, что он принял ученика, он пытается искреннему ученику, кто хочет стать учеником, не просто получить духовное имя, а потом жить как жил, а для того, чтобы если кто-то хочет измениться, кто-то хочет стать действительным учеником, он выполняет наставления духовного учителя. Ну, как в то же самом монастыре. Духовник дает наставления послушнику, послушник выполняет его наставления, если духовник удовлетворен, он раскрывает ему, делится с ним духовным знанием, духовная энергия. Бхактия называется. Поэтому так растет душа. По такому принципу. Ну, сейчас я разберу некоторые шлоки, зачитаю. Может быть, какие-то вопросы появились, так похоже. И потом, если нет, то мы пойдем. У меня маленький вопрос. Да, пожалуйста. Вот такая ситуация. Я в общественной организации состою, в общероссийской. Мы ходим по школам, по учебным заведениям и по другим учреждениям государственным и рассказываем о отрезвом образе жизни. Это как бы действие в русле Божьего промысла, наверное, все-таки. Но доброе дело. А мне лично самому нравится перед людьми выступать. Это нормально, если я как бы попутно делаю доброе дело и свое эго как бы глажу. Ну, вы знаете, должен быть мотив правильный. Не просто, чтобы себя показать, а поделиться и состраданием. Другим это уже не только ложное эго. Здесь вы применяете элемент некий сострадания в жизни. Помимо здорового образа жизни нужно людям дать идеал. Хорошо не пить, не употреблять наркотики, не курить. Это хорошо. Не кушать мясо, не убивать других, не причинять беспокойство другим. Знаете, как в Ведах сказано, там идет немножко глубже, но я потом отвечу дальше на ваш вопрос. «Не беспокоить других ни мыслями своего ума, ни действиями своего тела, ни своими словами». Вот такие должны быть нормальные, благочестивые, праведные люди. «Не мыслями своего ума, ни действиями своего тела, ни своими словами». Мы не должны беспокоить других. Когда мы живем вот так, это как бы в коренном нашем фундаменте. Те, кто следует ведической культуре, в частности, кто практикует бахти йогу и живет согласно ведам, они пытаются жить вот так. Помимо того, что мы им говорим, это нехорошо, нам нужно дать более высший идеал. Какой самый высший идеал вообще может быть у человека? Идеал богопознания. Если мы даем, помимо того, что это нехорошо, это нехорошо, это может вас привести к деградации. И когда личность деградирует, она может совершать много разных неправильных поступков. И она просто будет, знаете, бездравственность и все остальное. Разложение будет. Но помимо этого надо дать высший идеал. Если мы не даем высший идеал, мы говорим, это нельзя, это можно, это хорошо, это плохо. Надо дать высший идеал и нужно поделиться некоторым вкусом, понимаете? Передать вкус на здоровую жизнь, да? Нет, не здорового, высшего идеала. Высший идеал – это богопознание. Здоровая жизнь – это хорошо, это уровень тела. Я говорю другому, об уровне души. Уровень тела – это хорошо. Может, это тело рано или поздно, что рождение претерпевает, старость, болезнь и смерть. Это колесо самсары. Мы живем, попадаем, многие, если живем на уровне тела, мы живем в колесе самсары. Мы рождаемся, растем, 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 стареем, заболеваем и умираем. И вот так – колесо самсары. Надо дать большее. То, что может вырвать из этого круга самсары – это путь богопознания, это как раз бхакти-йога. Это то, куда вы попали. Бхакти-йога дает связь с кем? Не через служение Ему. Не через обретение мистических сил. Не через здоровое тело, чтобы ягодицы были упругие. Для того, чтобы можно было привлекать других. Нет. А для того, чтобы дать нечто большее, вырваться из колеса самсары. Раз и навсегда. Вот это дает бхакти-йога. И христианство, оно очень как бы созвучно с бхакти-йогой, потому что многие принципы преданности, верности и любви в конечном итоге, через подвижность, через молитву, через деятельность – это приходит к нам потихонечку, атом за атомом, понимаете, приходит. Наше сердце потом захватывает. Поэтому, помимо того, что это хорошо, то, что вы делаете, надо это даже делать из сострадания, из гордости, чтобы показать себе, какой вы хороший. Поделиться тем, что действительно это хорошо, вам помогло. И вы пытаетесь делиться. Здорово. Нам тоже духовная жизнь помогла, поэтому мы пытаемся этим делиться. Я, допустим, школьникам так и говорю, что здоровый и трезвый образ жизни помогает, чтобы мечты сбывались. Я говорю, мне всегда хотелось перед людьми немножко как бы выступать, что-то говорить. И вот эта деятельность мне как раз и позволила выполнить свою мечту и здоровый образ жизни. И нахожусь на том месте, где хотелось бы находиться. Ну, это хорошо, но это только первый шаг. Первый шаг в верном направлении. Да, первый шаг в верном направлении. Но если еще будут последующие шаги, тогда вы возведете радость и счастье. Тогда в вашей жизни вы можете прорваться сквозь колесо самсаж. Тогда это будет, ну, действительно будет внутреннее удовлетворение. И всегда отдавать, отдавать намного лучше, чем брать. Как служение. Служение, да? Служение Богу, служение Гуру. Служение духовнику. Ну да, мне это как-то надо все обставить так. Просто у нас в организации конфессиональный, религиозный, политический интравитет. То есть мне нужно как-то это все аккуратно обводить, чтобы не было разговоров ни с ней религиозных. Вы направляете, допустим, вы можете направить, и сами можете об этом не говорить. Но скажете, есть йога в гостине. Такая хатха-йога, она тоже дает здоровье телу. Даже можно, вот я сам, у меня были некоторые болезни внутренние, я через хатха-йогу лечился заболевания. Поэтому я верю в хатха-йогу. Я знаю, что она работает сто процентов тоже. Но духовная йога, бхатхи-йога, тоже духовная йога. Как я еще раз повторюсь, дающая связь с Богом. В общем, духовную практику мне нужно заниматься. Духовная практика, да. Тогда вы будете сделать прорыв в вашей жизни. Тогда ваша жизнь будет успешна. У меня и так за последнее время жизнь очень крутая. Я думаю, что если буду в таком темпе, то будет только интереснее, лучше и радостнее. Прекрасно. Поэтому мы много тоже в жизни проходили. Но я знаю, я знаю, о чем лечу. И потому что я сам тоже неоднократно на грабы наставал. Будучи молодым, юноши, хиппи немножко и так далее. Я знаю, что такое. Все не понаслышке. Я как-то прочувствовал, поражил это. Я понял, что дальше надо иметь духовного учителя, духовника. Как в любом деле, нужен тот наставник. Чтобы в любой области знать больше, нужно общаться с теми, кто не просто знает эту специальность, а кто любит ее. Кто сдается этому всем сердцем. Понимаете? Тогда вы будете знать, если вы сами искренне и на этой волне пытаетесь служить этому. Ну, грубо говоря, я хочу стать хорошим механиком. Я люблю это дело. Мне нравится. Раз, два, три. Раз, два, три. Сука громче. Раз, два, три. Раз, два, три. Да громче. Раз, два, три. Сейчас будет несколько этапов. Еще говорить? Хорошо. Раз, два, три. Я должен найти именно того человека, кто разбирается, кто является механиком не за деньги работать, а по призванию. Ему нравится сам процесс. Работа. Угу. Потому что нужно найти такого человека. Понимаете? Когда я нахожу такого человека, кому нравится сам процесс, не ради денег, не ради славы, тот что? Тогда, если я начинаю ему служить, этому человеку, то я что? Через это я начинаю… Если он видит мою искренность в этой области, он начинает со мной делиться самым сокровенным. Он делает такой… Вот палку взял, вот двигает. Вот, да, вот это идет надо делать, вот это. Четвертый, пятый, десятый. Ему не нужно никакой диагностики так делать. Он это хорошо понимает. Он слышит, он любит. Как в любой области есть, допустим, ученый, как к нему приходят открытия. Он постоянно день и ночь размышляет над определенной идеей, понимаете. А потом ночью, как в Менделеевой таблице пришлась. Ему как бы вишню, понимаете, Господь Нараяна дал ему это, открыл. В Менделееву. Вся ему пришла во сне. Или хороший музыкант, очень композитор. Но он должен настолько свое дело любить, понимаете, что он должен был в день и ночь в этом комнате. Как, допустим, так же можно в любой области, так и следователь хороший, допустим, Шерлок Холмс. Чтобы ему что-то понять, он должен это дело любить и думать постоянно и ночь над этим. А потом будут понятия, как в любой области материальной жизни, так и в духовной. Если мы это дело любим, если мы хотим это дело, понимаете, мы должны общаться, кто этим живет. Допустим, если мы в духовной жизни хотим прогрессировать, мы должны принять Духовного Учителя. Принять Духовного Учителя не просто того, кто действует, если ему нравится быть Духовным Учителем. Духовный Учителем – это тот, кто любит свое, понимаете, тот, кто предан своему Духовному Учителю. И служит этому каждым ударом в свое сердце. И когда мы находим такого Духовного Учителя и принимаем у него посвящение, становимся его учеником, тогда он нам может раскрыть, если мы искренними, мы должны хотеть стать Духовными, стать учениками. Тогда через это скрыть наше сердце. Такие принципы и один. Это как бы на всех уровнях. Материальная жизнь, законы те же самые, но законы Бога, они все совершенны. Из них исходят оттенки всех других подзаконов материальных. В общем, развиваться нужно физически, духовно и разумно. Разум – это инструмент. Когда разум слаб, он становится кем? Слугой ума. Умом становится, да? Слугой ума. Разум он рассуждает и вам предлагает разные варианты реализации тех или иных ваших желаний ума. Если разум слаб, он становится кем? Слугой ума. Если разум сильный, он становится со временем, он становится кем? Командой души. Когда душа начинает пробуждаться, когда разум сильный, а как сделать сильный разум и слабый разум? С чем отличие? Мне кажется, что, допустим, когда ты поступаешь не исходя из того, что тебе диктуют твои рефлексы, инстинкты – хочу и делаю. Когда ты рассуждаешь – хочу, но это для меня плохо, вредно, это мне не нужно и не делаю. Вот тогда ты руководствуешься разумом. А если хочу – не хочу, но хочу – и делаю. Значит, руководствуешься только лишь умом, который на инстинктах, на эмоциях, на рефлексах работает. Ну, я вот так это себя понимаю. Правильно. А чтобы сделать разум сильным, знаете, как делается сильным? Когда мы слушаем, что? Священное Писание. Черпаем знания из священных писаний. И когда мы слушаем кого? Садху и Гуру. Они дают нам – разум становится сильным. Это трансцендентное знание черпать. И тогда он, разум может опровергнуть любое желание ума. А ум служит в интересах тела, не более. Когда разум черпит наставления в священных писаниях и наставлениях Гуру и Садху, он становится сильным, несокрушимым. Вот поэтому, чтобы идти дальше, сделать следующий шаг, нужно принять духовного учителя и стать учеником. Стать учеником неформально, а не захотеть стать учеником, как в любой области. Тогда через ваше искреннее желание стать учеником в виде его Гуру будет вам раскрывать трансцендентное знание в сердце. А он будет приклеить к ударам молнии. Да. А как понять, что это именно тот духовный учитель, чтобы принять его привелище? А мы должны сердцем почувствовать. Если вы достаточно благочестив, если у вас есть до некоторой степени пробуждающийся духовный азум, вы можете сердцем почувствовать. В писаниях есть описание, как узнать истину духовного учителя. Есть описание. У всех это по-разному проходит. Я могу только на своем пределе. Если вам интересно. Да, да. Можете сказать. Да. У меня было два учителя духовных на пути гавы для васянализма. Первый духовный у меня учитель был. Я был раньше в организации ИСКОН. Народное общество Сознание Кришны. Я был в этой организации какое-то время. Я тоже нашел первую духовную очередь. Для как? Он помог мне решить многие внутренние вопросы. Он помог из сердца, из ума вытащить занозы, которые мне беспокойство большое отчиняют. Я страдал, но это как реакция на мои греховные поступки. Он мне помог некоторые вытащить занозы из моего ума. Понимаете? Какому, грубо говоря, сердце не стало легче. Я поэтому понял, что я могу принять эту личность своим духовным учителем. Я шел из этой личности какого-то дистипет, грубо говоря. Но потом так получилось, что он сказал, я вот не могу вести абсолютно. И он признался, найдите себе другого духовного учителя. Для меня это было сложно, но я начал искать. И когда я искал много с разными, общался с гуру, даже как бы Патти Прама Кури Махараджи Гатинад Гавдиамат. Был такой известный ученик Свадхи Дакара. Был очень старенький. Я с ним тоже общался, но он как бы… Я не почувствовал именно в этой личности, в этом Шудха Вашмаре, как его все считали, своего гуру. Но когда зашел наш гуру Махарадж, который я принял потом, Бхактисон Даргавида Махарадж. Буквально это была встреча организована. Матхуд Махараджин, когда еще Дханаха Вала Пракрахум. И он сказал два слова. Он только вышел, вказал два слова, и у меня как раз появились те симптомы, которые описаны в описании. Ну как бы волосы дыбом стоят. Слезы из глаз. Ну разное такое. И подсказка из сердца, из глубины сердца. Прими, прими, прими. Это твой гуру. Вот у меня вот так было. Я поэтому в следующую вечеру подошел ко Ватхуд Махараджу. Я говорю, Ватхуд Махараджу все я принимаю. Можно мне принять нашего духового наставника, Бхактисон Даргавида Махараджа. Я хочу стать вечерником. И вот так я принял Бхактисон Даргавида Махараджа. И вот пытались следовать уже какое-то время. И вот Маккартика в том году мне дали мне монашеский образ жизни. Посвятение монашеского. Можно сказать, новоиспеченный монах. А то есть если вот нет такого прям вот, то это, значит, скорее всего не то. Если вот следуешь какому-то духовному учителю, как бы тебе вот, ну, прям чувствуешь, помогает ему наставление. Но есть, ну, Ватхуд Махарадж говорит, важно именно вот дикшу, да, чтобы принять, то есть действительно, чтобы найти тому, кого ты полностью как бы передашься. Вот. Опять описывается, что, ну, разные, да, бывают духовные учителя, ну, которые на разном уровне помогают. А вот чтобы принять дикшу, то надо, получается, прям, ну, как-то, чтобы, как бы, прям, чтобы… Ну, да, ну, сердце нужно почувствовать. И поэтому усилить этот процесс так, он у меня вот так сделал, допустим, я, поэтому я не мог, понимаете, противостоять этой силе, которая мне изнутри пришла, я не мог противостоять. Я просто искал много, знал, в Господнем все курсы, там, про наук, ну, про Раш, там, ну, все, многие. Но вот здесь у меня пришла такая подсказка, я думаю, да, вы должны это почувствовать сердцем, не умом, не из выгоды принять гуру, а вот сердцем. Чтобы этому жизнь ответить. Принятие гуру – это не формальное дело. Если мы действительно хотим духовной жизни, хотим вырваться из этого колеса самсары, мы должны принять гуру, и принять гуру неформально, всей своей жизнью. Тогда мы должны закатить стать учеником. Тогда наша жизнь будет известно. Тогда мы можем вырваться из колеса самсары и уже идти дальше по пути духовной трансформации. Я думаю, сердце грязное, но иногда может просто не почувствовать, иногда какой-то голос есть, иногда опять… Ум заглушает, он начинает фонить. Вы можете проблеск почувствовать, но ум начинает забивать, он как фон, понимаете, создает вам разные картинки, начинает показывать. Поэтому надо почувствовать, если вы действительно, ваш гуру это поймете, вам захочется. Как удовольствовать, я могу сказать также пример Сарасвати. Это Чилышисхара Махараджи и даже Бхактюйданта с вами Пракхупады. Когда они соприкоснулись с личностью Сарасвати Такура, они поняли всем своим сердцем, что этот гуру может дать Кришну. Понимаете, они осознали это. Чилышисхар Махараджи так же. Он понял, что именно Сарасвати так вот может дать ему сознание и Кришну. Он это почувствовал в глубине своего сердца. У него такое доверие образовалось, глубокое доверие. У меня не было даже ни грамма сомнения в этом. Ну хорошо, можно спросить, о чем вы сказали следовать гуру или садху? Повесните просто. Садху – это, знаете, личность, которая… Садху – это вачнав, который имеет квалификацию определенную духовную. Ну, кто реализовал. Кто, допустим, реализовал наставления священных писаний некоторые. Понимаете, адхикар, квалификация приходит. Ну, есть некоторые реализации. Поэтому… Ну, там деградация есть везде. Садху есть. Садху начального уровня. Садху уже такие, кто… Бармахан, Саваишнава и так далее. Кто могут контролировать чувства, ум, желание тела, языка, желудка, гениталии и так далее. Есть такие. Поэтому… Из градаций везде – вачнавы. Для нас, знаете кто? Гуру, шастры, садху и вачнавы. Если мы хотим духовной жизни, мы должны слушать только их. А не наши проводники в ту реальность. Потому что деятельность их целиком и полностью, с начала и до конца искренняя и бескорыстна по отношению к нам, к Душам, к Туличным. Они от нас кольца никакой не хотят. Они хотят нас манипулировать или использовать нас во своем желании. Они хотят действовать без сострадания. Они хотят нам плакать. вырваться из этого колеса самсара. Это единственное их желание. Но они помогают только тем, кто искренен, кто хочет этого. Потому что есть такая, ну, пословица, говорит, эту лошадь можно привезти к водопою, но мы не заставим его напиться, если он не хочет какой-нибудь пить. Сколько ты его, если он пить не хочет, сколько ты его не заставляешь, пить не будет. Поэтому должно быть желание, потребность духовная. Потребность – найти духовную очередь и встать в духовную. Есть даже стих такой из Бхагавадгиты, татвитхи пронепатена, парипрашнеена, целая. А не должно быть качество пронепата. Первое. В пронепат мы должны отчаяться, искать счастье в материальном мире. Когда мы это есть, когда мы понимаем, что в материальном мире все основаны на ложных иллюзорных понятиях. и тогда мы начинаем искать дальше. Вот если это чувство есть, тогда мы должны найти духовного ученика, принять у него посвящение и стать его учеником. И мне нам откроет мир в трансцензиации. А где можно искать духовную очередь? Только в вашем направлении? Нет, искать. Или в каких-то еще других направлениях искать? Можно искать везде. Понимаете, есть градации везде. Среди духовных учителей есть в смысле градации. Ну, мы должны найти именно духовного учителя там. Ну, во-первых, чтобы гуру был истинный. Ну, я могу допустим одеждой святости одеваться, но я смотреть могу на других каким-то своим корыстным одевать. Такие тоже есть. И в Индии много таких садков. Они одеваются как сад, но на самом деле они хотят какие-то свои корыстные мотивы. Кто был в Индии не первый раз, не один раз, а мы это знаем. Ну, мы должны это опять-таки сердцем. Сердце – это лучший проводник в ту реальность. На тигуру надо сердцем. Не обязательно. Вот у нас, в нашей, как и семье, потому что в силах есть Дхара Махараджа и есть много других семей. Ну, если вы пришли сюда, попробуйте пообщаться, послушать других, более возвышенных садхов. Вот сейчас будет лекция Бхакти-Бхиналаватхот Махараджа нашего Ачайи Русках. Потом будет лекция Бхакти-Судхи-Гаслами Махараджа. Это гуру-гуру, понимаете. Гуру, который способен дать. Поэтому посмотрите, послушайте, раз так получилось, что вы сюда пришли, значит, не просто так. Не просто так. Значит, что-то вас привело сюда. Помимо ваших каких-то желаний, может быть, встретиться, пообщаться – это хорошо вам. Я вижу, что вы искренний человек, и я думаю, что у вас будет светлое будущее. Ну, в последнее время так вообще происходит. Ну, не знаю, как объяснить. Ну, как, я знаю, как объяснить. Угу. В общем, я понял так, что когда я затеиваю доброе дело, вот, и хочу его воплотить, даже если я, ну, кажется, сначала не воплотил, то мне начинают встречаться те люди, которые способствуют этому. Мне начинают те, ну, ситуации складываться, которые все к этому ведет. Вот так все идет, как будто тебе… Бог с тобой общается языком жизненных жестов, и ситуация вот так как-то направляет тебе людей, направляет тебе ситуацией. Вчера я случайно шел, смотрю, ну, о вегетарианстве что-то. Я вот четыре месяца стал как вегетарианцем. Не удивился, что меня сюда привело случайно. Я хочу поближе познакомиться с вашей, ну, с этой культурой, узнать что-то. Могу вам сказать, тот, кто искренне встал на духовный путь, тому вся жизнь станет сказкой. Сказкой, не просто такой, понимаете, сказкой, которая переплетается с реальностью. Просто вы начали видеть другие оттенки жизни. Вы будете раскрываться к веру. Вот то, что вы сказали, действительно так. Все будет складываться всегда, понимаете, так как самым совершенным образом, когда мотив вашей деятельности будет правильный, направлен на служение Господу. Мы говорим, что мы к Богу можем служить, знаете, через чего? Через духовника, или через духовного учительства. Через посредника, через прозрачную среду. Потому что мы к Богу напрямую можем, конечно, можем, да. Но это такая абстрактная связь и понятие. Бог пронизывает с собой каждое творение, каждый атом, понимаете. Все пронизано им. Он все поддерживает, все контролирует и всем управляет. Но для того, чтобы это отчетливо было понять, поэтому мы должны всегда иметь последника, духовника, гору. И он будет вас вести дальше. И вы будете все по-другому воспринимать. Мир становится, не только вселенское сознание у нас формируется, у нас пробуждается, мы как бы сознание Бога, сознание Кришны, сознание Божественное сознание. Действие интересов Бога – это самое высшее, что вообще можно желать. Это когда душа начинает пробуждаться, она начинает жить не для себя, не для общества, не для блага человечества, а для удовлетворения Бога. Это самое высшее. Как-то есть христианская история про Содом и Гаморр. Когда ангелы пришли, спросили, есть ли тут, сколько тут праведников? Хоть один есть, даже одного, но тогда мы полностью уничтожаем рассадник порока, понимаете. Мы стираем свитца себе, чтобы они не заразили других этим пороком. Да, я слышал. Поэтому если один праведник появляется, то служит Богу искренне, бескорыстно, от всего сердца, через служение духовного учителя, тогда Личность уже несет благо для всех. У него, во-первых, само становится внутренняя гармония. Он живет в гармонии, в радости сам, и эту радость делится с другими. Это первое, понимаете. Чем больше таких Личностей становиться, а сейчас такое время приходит, и становится больше, больше, больше и больше, и лик общества меняется. Мы двадцать лет назад не могли даже представить, что такой начнется бум йоги. За это раньше даже сажали в тюрьму. Был закон такой, я не помню, который гласил как антисоветская деятельность до перестройки, до 1988 года. Вообще идея духовная, идея йоги и перебражения человека было запрещено об этом говорить вслух. Знаете почему? Потому что это считалось антисоветской деятельностью. У КЭТа до пяти лет лишения свободы. И многие люди, они прошли через эти тюрьмы, через некоторых психбольницы, психушки закрывали, ставили на них разные эксперименты. Что такое черпушка под замком? Это как тюрьма, но где ставить разные эксперименты. Поэтому подопытно делали. Я знаю таких людей. Один человек обладал такой силой. Он был очень сильным интеллектуалом. У него мама доцента, там Дон Голубева, там папа Баумана. Он такой человек был. Очень высокоинтеллектуальный человек. Его, или что вы думаете, он начал там заведующая этой поликлиники. Она стала его ученицей. Она стала преданной. Она нашел грудную почву священную. Она ему таблетки пристала делать диеты. Поэтому его не смогли сломать. Они лично ее как четвертят, раздваивают, а потом и четвертят. И все. Она все достает. Ее растирает полностью. Поэтому вот. Ну, такие были разные испытания. Сейчас я хочу прочитать несколько стихов. Это Бхагавадхита. Это наставление Песни Бога, наставление самого Кришни для Анджоны и для всех остальных людей, для всего человечества. Песнь. Сам Бог рассказал дому наставление. Это седьмая глава. Несколько стихов. Это Высшая, создающая энергия эксплуатирует материальный мир. Стремясь к чувственному наслаждению согласно индивидуальным корыстным желаниям, стремясь к чувственному наслаждению согласно индивидуальным корыстным желаниям, проявляющимся как деятельность ради результатов и ее последствий. Духовный мир исходит из моей внутренней энергии, а материальный мир из моей внешней энергии. Составляющая энергии живых существ именуется пограничной. Это мы с Вами души, относится к пограничной энергии, согласные, храмы, спасаемые. Иными словами, они могут выбрать жизнь либо в материальном мире, либо в духовном мире. Когда мы были в брахсяне Брамана, некоторые говорят, что мы пришли из духовного мира. Нет, мы из духовного мира, как согласно нашей ачаре, нашей миссии изначально, Швидхарма Махараш говорит, мы никогда не были в духовном мире, мы с Вами пришли из промежуточной энергии, из пограничной энергии, которая равна, может нам дается выбор, или хотим мы всасывать в воду, или служить на небесах. Мы с Вами, мы все души, мы из души. Мы пришли в этот мир, мы захотели царственную воду. Поэтому мы пришли и брали этот материальный мир. Но мы должны Господь дать еще один шанс. Потому что мы занимаем промежуточные энергии между материальной, положение между материальной энергией и духовной. И в зависимости от нашего общения, от наших устремлений, мы порабощаемся материальной энергией, становимся материалистами, грубыми и демоничными людьми, которые хотят манипулировать и управлять всеми. Или мы становимся через благое общение, через общение с посвятленными людьми, духовными людьми. У нас появляется шанс одухотвориться и стать на путь преданности Богу. Если мы стали на путь преданности Богу, то нас уже трудно оболвать. Чем? Всякой пропагандой, всякими схемами оболваниями. Нам трудно навязать желания материальные, потому что мы будем знать, откуда оно исходит. Мы не захотим брать кредит, потому что мы будем знать, что нам придется стать рабом, понимаете, этого банка и работать, не подлагая рук день и ночь, который у нас жизненные силы все забирает. Поэтому мы подумаем десять раз, когда мы станем духовником. Нам придет внутренняя сила, от чего? Через молитву, по милости духовного учителя, по милости духовника. Нам придет внутренняя сила и придет понимание, что и что. Я когда начал путь трезветь, алкоголь оставил, просто изучал всякие материалы. Попала такая информация, что когда человек не употребляет алкоголь, со временем мозг восстанавливается. И те инструменты, которые даны нам природой для принятия решений, допустим, совесть, логика, интуиция, созидание, все эти инструменты, которые нам даны природой, они помогают нам принимать правильное решение. А если человек отправит себя алкоголем, то он с помощью этих инструментов решения не принимает, и поэтому оно может быть не согласовано с совестью, оттуда и подлые поступки, и безнравственные и так далее. Ну да, это все правильно. Потому что алкоголь, кто начинает употреблять алкоголь, это алкоголь, это есть определенное существо, которое порабощает. А допустим… Бес, да. Ну да, можно сказать бес. Что это? Кто такой бес? Все наши материстичные желания из эгоизма, зависть, скорость – это все бесы, наши внутренние враги. Они не вовне, они внутри нас. Что нет внутри нас, если этих врагов внутри нас не будет, мы не будем их видеть и замечать во вне. Поэтому одного святого царя спросили, это был такой царь Витхишхиров, он говорит, дали ему задание один мудрец, он говорит, походи, приведи мне одного человека, кто хуже тебя. Что вы думаете? Он ходил несколько дней, ему дали несколько дней, ну три дня, ну грубо говоря. В чистый день он приходит, я не нашел ни одного человека, кто хуже меня, каждый в чем-то лучше меня. Это был святой царь Раджа Риши, который служил Богу, который каждому ребенку, который каждому подданному в своем царстве относился как к своему дитя. Вот такие были цари. Это трудно себе представить. Поэтому монархию уничтожили, да, почти везде? Такие были цари, велические цари. Сейчас влияние времени, калий, сейчас век, другое. Это по замыслу Бога все идет. Ну другому сказали, был такой Дурьотхана, ты должен быть прийти и найти, кто лучше тебя. Он ходил, ходил, я пришел, я не нашел ни одного, кто лучше меня. У каждого есть какие-то есть изъяны. Это такой демоничный царь. Как раз вот эта битва была, на Куракшетре она была между злом и добром. А нецетворением зла был Дурьотхана, царь Дурьотхана. Нецетворением добра и благочестия. Его отец был Дхармараджи, Юдхишкир. Поэтому он каждый видел достоинство, а другой видел в каждом недостатке. В этом отличие. Хотя он был идеальным дипломатом, понимаете, Дурьотханом, идеальным политиком. Идеальным. В наше время наверняка он бы в Госдуме не сидел. Я не хочу эти слова говорить, а может это… – Устрой обсередки был демоничный, да? – Да. Ну все для себя. Он считал себя лучше, чем все остальные. Каждому видел изъяны. – Эмоции, инстинкты под контролем, а все остальное… – Каждому видел изъяны, понимаете, он себя лучше, чем… А другой, тот являлся хорошим, благочестируем царем. Каждому видел достоинство. Он считал, что каждый лучше его. Тоже самый настоящий подвижник, кто очищается от разных… Одного за другим побеждает внутренних врагов, он начинает понимать, что ему есть работать над многим. – Есть над чем поработать, да? – Да. – Вот когда мы больны, когда мы больны, понимаете, но считаем себя здоровыми, то мы вряд ли ездимся, правильно? – Как стадия, когда мы пьем. – Да я не пью чего-то. – Каждый день по 150 еще. – Это шерунда. – Утром в обед с друзьями, вечером по 150 для хорошего солнца. – Ну я же не пью. – Вот. – Кто считает, что он болен, но считает себя здоровым, тот безнадежно, ему трудно излечиться, но тот, кто уже начинает лечиться и начинает понимать, что он болен, он ищет способы излечения от болезней. – Ну да, если ты спрашиваешь у пьющего человека, ты алкоголь, он – нет, нет, я ж только по праздникам, я культурно. Причем и такой уже забултыжный, то есть, все равно он говорит, я нормально все, я за свои, я по чуть-чуть, мы немного, мы немного. А сам уже в таких ободранных штанах ходит. – Поэтому алкоголь порабощает, понимаете? А наркомане еще хуже, она делает особенности, там, вот опиумная группа, она делает людей, кем, полностью стирает все хорошее свое. – Ну алкоголь тоже признан наркотиком в 1975 году. Всемирная организация здравоохранения был признан наркотиком. И во многих странах запрещен, арабские страны, допустим, где запрещен. – Правильно. Просто, вот как вы говорили, демонические стройки у нас в управленческих рядах где-то. – Ну это хороший бизнес для него. – Наш народ пить, да. – Ну так, чтобы манипулировать. – Манипулировать легче, обманывать за рекламой, за всем мыслям направлять, за кредитами, думающий человек, трезвый человек же не будет за его дело. – Может, у кого есть еще вопрос? – Может, у вас есть? – А? – А? – А? – Ну вот, мы можем дальше почитать. – А? – Да? – А? – А? – Ну, хорошо, вы как бы можете туда, нам тут сейчас предоставили. Кто желает, сейчас будет лекция нашего ачаря для Бхактабимала отхода Махараджа, можно будет пойти послушать его на центральной зале. Сейчас еще раз почитаю. – О, могущественная Арджона знает, что материальная или внешняя природа является низшей, тогда как моя пограничная энергия, состоящая из индивидуальных душ, выше. Это мы с вами с пограничными. Эта высшая сознающая энергия эксплуатирует материальный мир, стремясь к чувственному наслаждению, согласно индивидуальным корыстным желаниям, проявляющимся как деятельность ради результатов и ее последствий. Духовный мир исходит из моей внутренней энергии, а материальный мир – из моей внешней энергии. Составляющие энергии живых веществ именуются пограничными. Согласные травмы, приспособленности, иными словами, они могут выбрать жизнь либо в материальном, либо в духовном мире. Господь настолько мы изначально говорили, что в самом начале нам говорили, что вы хотите царствовать в воду или служить на небесах. Но мы с вами избрали царствовать в воду. Мы хотели подражать Богу. Поэтому мы пришли в материальном мире. И каждый здесь в материальном мире имеет природу Пуруши. Каждый, допустим, спроси человека, кто живет. Для чего ты живешь? Я живу для того, для другого, для третьего, для четвертого, для пятого. И все в основном это будут что? Материальные планы и цели. Правильно? И каждый человек говорит, что такое вообще материальная природа? Для чего она создана? А каждый говорит, что она создана для моего наслаждения. Каждый. Разве не так? Вот. Потому что мы живем на уровне материального тела. И мы все хотели изначально быть Пурушами, наслаждающимися. Но со временем, по мере пробуждения нашей души, мы будем понимать все более и более отчетливо, что Бог – это не центр всего. Что все создано им, все поддерживается им и все управляется им. Даже мы и наше тело нам не принадлежит. Наше тело нам не принадлежит. Оно дано нам, родителями, но ингредиент для создания тела дал Бог. Мы просто получили среду, но в определенной среде получили рождение, воспитание определенное, определенное окружение. Но это тоже оно к нам пришло по милости Бога, в соответствии с нашей кармой. Поэтому Господь настолько милостив, что Он всегда, каждой душе дает шансы снова, снова, снова и снова. Как-то мы ехали за Ним в Сад, поехали, путешествовали в Торе. Мы как-то сбились несколько раз в пути, и нам навигатор снова выставил маршрут и снова сказал, вы можете через 200 метров повернуть налево, потом повернуть направо и двигаться прямо. Господь говорит, как навигатор, Он дает нам шанс снова, снова и снова. Он не учитывает наши земли, Он не учитывает наши недостатки. Он всегда к нам сострадает. И Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему настоящие. И Он хочет этого больше, чем даже мы сами этого можем представить. Потому что мы как в вежды и притче о заблудшем сыне, даже в людейских историях. Кришна встречает заблудшего слугу, который вернулся в духовный мир. Есть такая книга, называется «Гопхумар», написала Санта Нагасвами. «Путью шерестланистрия Гопхумара». Такая замечательная книга, где Он искал свой духовный путь. Но когда в конечном итоге Он нашел, и Он вернулся в Тольцендентный Убитель, то Сам Господь Его вышел и встречает и обнимает. «Я тебя давно ждал, я соскучился о тебе, я тебя ждал». Поэтому Господь, Всевышний Господь, Верховная Вечность Бога ждет нас всегда. Он дает нам шанс снова, снова, снова и снова. Случайности не случайно. Вообще жизнь ничего случайности не бывает. Люди встречаются не случайно. В этом безбрежном океане материальной жизни, кто-то встретился. Не случайно. Шанс. Поэтому Бхагалагид – это песня Бога, это послание, которое Господь нам дал. Веда – это дыхание Бога. Велическое знание – это дыхание Бога. И Он дал нам людям в материальном мире. В любой области материальной жизни есть даны наставления веры. В любой области. В том числе, чтобы мы могли сделать свою жизнь более совершенной. В общем, жить нужно ради идеи. Вы понимаете, чем высшая идея – идеал, как говорил наш Гуру Махараш, о человеке, сейчас я дословно постараюсь сказать ему слова, о человеке судят по его идеалу, по его стремлению к Высшему. А человеке судят по его идеалу, по его стремлению к Высшему. Чем выше идеал, тем лучше становиться человеком. В общем, вы, наверное, пути. Конечно. Беспорно. То, что вы делаете – это хорошо. Помогая другим делиться с тем, что вам помогло. Замечательно. Когда мы будем говорить о высшем идеале, о идеале Бога-то знаний – это самое высшее, которое вообще есть в мире. У меня только такая проблема. У меня ребята, которые давно на этом пути, трезвые сейчас, которые уже по 10 лет занимаются этим, но не все говорят, что есть такая стадия фанопизма. И рассказывают такой пример, что ходил в школу 10 лет по одной и той же дороге. Потом один день споткнулся, просто упал, встаешь, а рядом другая дорога. Ты ходил здесь 10 лет в школу, ни разу ее не видел. И спрашиваешь людей – давно эта дорога? Они говорят – это всегда была трезвая дорога. И вот твое первое желание близким всем, мне нужно эту дорогу показать. Да вот она рядом, мы не знали об этой трезвой дороге. Ну и вот какая-то стадия фанопизма, и иногда такое бывает, что скулишь, когда тебя как-то так воспринимают. Ну то есть надо как-то научиться держать себя в руках, спокойно людям доносить. Ну понимаете, спокойствие должно быть, знаете, как реализовано. Если вы просто говорите с себя на седине – я с завтрашнего дня буду терпеливым и смиренным. Ну на сколько вас хватит? На сколько секунд? Вы будете смиренным и терпеливым. Вы должны изменить себя изнутри. Вы должны освободиться. Вы должны, во-первых, знать, что такое смирение, что такое терпение. И как это можно реализовать внутренне. Это качество. У нас тоже есть такой период, духовная жизнь называется Уссахамада. Такой энтузиазм. Хочется поделиться духовным знанием со всем миром. Нормально. 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 Такие переводы, как бы они вообще… На каждом есть то, что вы сказали. Вас называют на санскрике Уссахамада – ложным энтузиазмом. Но со временем. Это как бы это чувство, оно перейдет в реализованное чувство. Оно станет зрелым. Вы захотите делиться другими, как… Из сострадательного сердца. Когда это будет уже и сострадание, но истекать, то вы выводы сможете, понимаете. Ну, это сострадание тоже, как может быть, один из первых атомов настоящего чувства. Ну, это трансцендентное чувство. Большое страдание – это атом, первоатом божественного любви, жертвами, состраданиями. Готовность умереть ради высшего идеала. Тогда это уже, глиной, это уже чем-то настоящим раздается. Даже, допустим, в государстве какой-то, если кто-то живет по принципу «умри, но сделай», он в любой области, даже материальной жизни будет быстро прогрессировать. И в политике также. Также, допустим, в каких-то структурах силовых, если кто-то живет по принципу и жертвует своей жизнью ради, чтобы спасти, допустим, заложников или еще кого-то, террористов, обесточить. Они же всегда имеют вложение и почет, потому что такие люди не жертвуют собой ради более высшего идеала. Поэтому там и высшее дело, и духовное дело. Я вот это вот ощущаю в себе, что мне хочется тоже так вот, как Вы говорите, то есть я готов донести до себя жертву ради того, чтобы донести это до людей, но люди настолько информации отравлены, что такое сопротивление на себя чувствуют. Но трудности делают нас настоящими. Если Вы через трудности не прошли, Вы кто будете? Вы просто будете, как Вам сказать, книжник, не более чем. Знание должно быть реализованным до мозга костей, до глубины Вашего сердца. Когда знание будет реализованным, Вы сможете достичаться до любого сердца. Трудности закаляют нас, делают нас настоящими. Ну да, они были. И родители меня считали странными. И от мяса отказался, и от крови отказался. Ну это хорошо. И друзья, и знакомые тоже такие за спиной разговоры слышал от тебя. Да. То есть и сектанты, и все это не слышал. И все это на тебя давит, и все равно идешь дальше. Ну, на духовном пути испытания будут еще более тоньше и очень сильные. Но, потому что весь мир живет по другим законам, по другим принципам. Ну да. Поэтому это как бы некоторое, понимаете. Но зато мы здесь, чем больше предаемся, понимаете, тем больше начинаем присутствовать, чувствовать присутствие, понимаете, этого духовного учителя, помощи его. Чем больше мы поддаемся, и он, понимаете, служение ему, служение Богу, тем больше приходит покровительство. И реализация происходит более глубокая. Есть такая молитва царицы Контий. Какая была царица. Ну, она в Махабхарде тоже есть. Она говорила, знаете, что... Может быть не дословно, но смысл не дам. Она говорит, Господь, я молюсь Тебе, чтобы беды вновь и вновь приходили в мою жизнь. Почему? Беды и испытания. Потому что в ведах и испытаниях я постоянно помню о Тебе и возношу искренние молитвы. Ну, может быть, я не так сказал, но я постарался не исказить смысл. Насчет пьянства там и алкоголизма, да? Просто если можно привести такой пример, что тем, кто живет в Москве и работает в Москве, то тут недалеко есть зубно, недалеко есть город королев, недалеко есть город космонавтов. Так вот, там молодые люди все знали, что если они хотят поступить на работу, то они должны 30 дней пробыть трезвенниками. Несмотря на то, что алкоголь выходит через организм здоровья, у кого через строги какие-то проблемы со здоровьем, то действие все равно на тонком уровне продолжается 29 дней. И только на 30-й день они придавали анализы, чтобы их посчитали трезвенниками и приняли на завод, где делали ракеты, где проводили испытания, потому что это разные заводы. Ну да, там люди как бы высокоинтеллектуальные, да? Да, да. И вот еще такой пример, значит, один человек, причем этот человек за всю свою жизнь прочитал две книги всего. Он струженик очень большой, 40 лет работал шофером, а вот день, вы видели, среднего шофера? Ну вот, 40 лет проработал шофером. И когда он об этом узнал, что вот если он выпьет 12 раз в год, это считается уже алкоголем, он был так потрясен, что он бросил пить, уже 4 года не выпивает. Глядя на него, запойный сосед, которого лечили 7 раз кодировали от алкоголя, 10-й кодирование тоже перестал пить. Ну то есть, вы понимаете, то есть это пример заразителя. Хороший пример, да. И когда человек один, да, ему очень трудно. Держись. Ну я, слава Богу, надеюсь, у нас огромная организация был на съезде. Ну ты же говоришь, что за спиной шепчется. У себя в городе, я просто один. Так вот, вы говорите, просто дома не в городе. Вот ты и ищешь единодушников, вот их и нашел. Это бы вам повезло, до какой-то степени, встречались еще раз, не встречались. Вы могли пройти, вы рядом, представляете, огромный океан, безбрежный океан материальной жизни. И вдруг, ни с того ни с чего вы шли, вы видели это. Вы могли пройти по другой улице, и вообще могли на другой станции метро выйти. Просто я не в корабле по океану плыву, а сам по этому, наверное. Молодые люди, да, но Господь всегда, понимаете, бывает так, что вроде бы жизнь меняется. Так часто бывает. Потому что помощь приходит. Господь заботится о душе. Он хочет его углубить. Потому что, когда мы становимся на путь праведности, понимаете, чистоты, то он нам начинает помогать. Мы начинаем видеть его незримую руку помощи. Как Вы сказали, да, действительно, незримая рука помощи, и он всегда, понимаете, всегда заботится о нас. Как о своих заблудших детях. Мы же заблудились о катакомбах материальной жизни в джунглях. Мы не знаем, куда двигаться. Но когда пришло такое понимание, что в реальном мире счастья не найти, тогда мы, наверное, такие. Тогда помощь придет. Конкретные, реальные. Еще же деньги зарабатывать надо. И вот я так думаю, если ты зарабатываешь деньги и чувствуешь, что у тебя совесть чистота, тогда это нормально. 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 Вот, почитайте с первой по шестой главу особенностей. А если спросить или нету? Нету, есть. Есть. Есть новая Бхагава Гита Вышлина с малым тиражом. А, и Вы где живете? А, у меня звук Васити там может быть есть. Ну, по крайней мере, на внутреннем, надо знать места. Она на рецептчину спросит. Ну, так или иначе, если у Вас есть Бхагава Гита, начните читать. Какие-то будут вопросы, Вы их выписываете, и Вы можете приходить в храм, задавать. Для этого существуют такие центры, как вот это. Центры айога, кисельного. Поэтому здесь есть люди, кто пытается жить в соответствии с этим. Кто пытается изучать священное писание. Кто пытается действовать согласно наставлениям данных священных писаний. И вуру. Тогда они могут Вам подсказать. Вам что-то непонятно? Вот, подождите. Выписали вопрос. Гадария Басанганди Вахараш. Как ответить? Он Вам скажет. Вот так, вот так, вот так оно все по полочкам разорится. Вам будет понятно. Я из Краснодарского края, я не знаю, у нас есть или в нашем городе. Ну, в Краснодаре есть у нас, ребята. У нас есть, знаете, Ашрам. У нас даже есть Ашрам. Центр Велический в Сухоми. У нас есть вегетарианский ресторан в Сочи. Прекрасно. По-моему, там за Сухоми рядышком, там очень серьезные ребята и там прекрасные. Там есть наставник. В Сочи? В Сочи. В Сухоми. А, в Сухоми. Да, там очень серьезные, глубокие наставники, искренние душа. Хрючакеш Махарадж, тоже Самняси, монах. И он своей жизнью полностью посвящает служение. Духовному учителю, нашему отчаянию и идеям. Махараджа Махараджа. Поэтому, там прекрасное место. Он недавно был в Краснодаре. Сейчас он был даже в Ростове. Поэтому, мы можем, вы можете зайти на сайт харекришна.ру. Там можно найти адреса. Департамент адреса. Да, да, да. Махараджа. А в Сочи тоже там же, я видела, открыли центры лидические? А, ну там есть, вроде бы, центры йоги там есть. Вегетарианский ресторан. На Махараджа там? Да, там есть на Махараджа, есть общение. Там тоже приезжает Хрючакеш Махарадж постоянно. Да. Мы сейчас, как бы, плавно передаём вас в руки Дани Махараджа. Наверное, он уже пришёл, наверное. Ну, я не знаю, это отрывался. Конечно. Нет, это просто каждый, как бы, обочтав, он приносит другие оттенки. Это замечательно. Потому что мы были, как бы, рады общения с вами. И мы слышим очень хорошие, интересные вопросы. Потому что… Как вас зовут? Александр. Александр. Ну, мы с вами тёска. Меня раньше звали тоже Александр. Поэтому… У вас, как бы, хорошее открытие. Правильно. Вы движетесь в верном направлении. Ну, надо заполнить свою жизнь, как бы, пустоты, да, еще духовной практикой и служением ради высших духовных людей. И избрать надо гуру стать учеником. Постараюсь стать учеником.